Добрый день, уважаемые коллеги! Мы очень рады видеть вас на нашей академической конференции, посвященной 300-летию Российской Академии Наук. Тема конференции «Академическая экономическая наука о проблемах социально-экономического развития России, истории и современности». Значит, ну, первым докладчиком у нас сегодня выступает Виктор Миленович Солтырович. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич. И добрый день еще раз, дорогие коллеги. Моя тема – регулирование инфляции в условиях санкций. И я должен сказать, что регулирование инфляции – одна из самых сложных проблем макроэкономической политики. Вот автор широко используемого на Западе, кстати, он и переведен. Учебники для аспирантов Дэвид Ромер пишет, что исследования не позволяют пока прийти к окончательному заключению в отношении издержек инфляции и оптимального темпа инфляции. Ну, и есть разные точки зрения на то, как регулировать инфляцию. Вот этот учебник впервые вышел в 2001 году. За 20 с лишним лет после публикации его консенсус так и не достигнут. Я должен сказать, что споры сосредоточены на долгосрочном влиянии антиинфляционной политики. А вот есть такой вопрос, который не рассматривается и, на мой взгляд, довольно важный. Это вопрос о том, какой должна быть эта политика, связанная с инфляцией, регулирование инфляции, для успешного запуска быстрого экономического роста. И вот как раз этот вопрос и будет для меня центральным. Я сразу же начну с формулировки основной гипотезы. Гипотеза состоит в том, что временное повышение инфляции является неизбежным следствием политики ускорения роста в догоняющей экономике и в определенной мере необходимым условием успеха этой политики. Аргументы в пользу этого тезиса отчасти повторяют обоснования известной всем кривой Филлипсов в краткосрочном периоде, но на самом деле не сводятся к нему. Не только потому, что сама кривая Филлипса, она как бы вызывает сомнения у многих экономистов. Но здесь еще важно то, что здесь надо, когда мы говорим о запуске быстрого экономического роста, надо одновременно рассматривать и влияние активной государственной и промышленной политики. И я сразу же приведу один из аргументов в пользу этой гипотезы. Вот предположим, что в некоторый момент правительство инициирует запуск программы развития, включающей, естественно, набор широкомасштабных инвестиционных проектов. Ну, реализуется в основном частными фирмами, хотя и не обязательно. Реализация проектов требует немедленного привлечения дополнительной рабочей силы или ее перераспределения в пользу новых проектов, а значит повышение совокупной зарплаты. Без увеличения выпуска, потому что реализация проектов, она требует времени и довольно часто значительного. При этом в момент запуска самого проекта, вернее так, в момент начала, как только начинается сам проект, увеличивается спрос на инвестиционные товары. И опять-таки увеличение выпуска здесь не происходит. Если мы рассматриваем стационарный процесс, то здесь вроде бы должно быть все в порядке. Мы запускаем, значит, новое строительство, при этом те проекты, которые к этому моменту бы реализовались, они обеспечивают увеличение выпуска. Но если мы хотим ускорить рост, а именно об этом идет речь, то вот эта компенсация не наступает. У нас требуется, увеличивается спрос на рабочую силу, увеличивается спрос на инвестиционные товары без увеличения выпуска. И, конечно, это должно влиять на рост цен. В условиях санкций вот эта проблема обостряется. Почему? Дело в том, что обычный путь развития для стран экономического чуда, он состоял в том, что если я внедряю, скажем, новую технологию, создаю новую фирму, то вначале у меня внутри страны может не оказаться ни подходящего оборудования и сырья, ни соответствующего спроса на новую продукцию. И тогда вот эта фирма включается в международные цепочки добавленной стоимости. Так, чтобы поставщики и временно потребители продукции, они были заграничными фирмами. В условиях санкций этого сделать нельзя. И проблема обостряется. Значит, если мы хотим внедрять действительно новую технологию, мы должны одновременно думать о том, чтобы внедрить новые технологии в другие точки производственной сети. Так, чтобы обеспечить и предложение соответствующих ресурсов, необходимых для реализации вот этой фирмы с обновлённой технологией, и обеспечить одновременно спрос на новую продукцию. Так что масштабы инвестиционных проектов, они оказываются ещё более серьёзными. И опять-таки возникает вот этот лаг между созданием, началом новых проектов, увеличением спроса на рабочие силы инвестиционные товары и производством дополнительной продукции. Ну, для того, чтобы более подробно рассмотреть проблему, которую я сформулировал, на самом деле надо обратиться к общим вопросам влияния инфляции на экономический рост. Ну, и это обширная тема, которую я из-за недоставки времени раскрывать целиком, конечно, не буду. Ну, всем известно, что инфляция может замедлять рост. Ну, например, потому что чем выше инфляция, тем больше дисперсия цен. Это установленный эмпирический факт. Неопределённость, она затрудняет принятие решений и ведёт к ошибкам. Но есть и другие также причины, в силу которых инфляция рост замедляет. Дальше. Хорошо известно, что на самом деле любое изменение уровня цен, в сторону повышения или в сторону снижения идёт к издержкам. Ну, например, при повышении проигрывает кредитор, которому долг выплачивается уже в обесцененных деньгах. При снижении цен проигрывает заёмщик. Точно так же возникают то, что называется издержки, меню требующие изменения прескурантов, искажаются ценовые пропорции. Но самое главное, что инфляция на самом деле является необходимым условием роста. Почему? Ну, хорошо известный аргумент ригидность заработной платы. Если мне нужно регулировать заработную плату, значит, где-то её надо увеличить, где-то уменьшать. Но уменьшение номинальной заработной платы встречает резкое возражение со стороны сотрудников, со стороны рабочих. Это может вызвать протесты, забастовки и так далее. И фирмы очень боятся снижать номинальную заработную плату. Поэтому, если у нас нет инфляции, то возникает, вообще говоря, довольно затруднительная ситуация. И инфляция позволяет повысить заработную плату, хотя и не полностью компенсируя инфляцию. И это проходит, вообще говоря, без достаточно сильных трений. Повторяю, это факт, который приводится практически широко во всей литературе. Он проверен, если хотите, практикой, экспериментом. Но то же самое относится и вообще к изменению пропорции церкви. Дело в том, что если я работаю… Я не понимаю, там слышен разговор какой-то. Я прошу прощения. Значит, смотрите, если я хочу в условиях олигополии, например, я хочу повысить цену, у меня есть угроза, что я отпугну… Я прошу прощения. В условиях олигополии я хочу, значит, понизить цену для поставщика твоего, который тоже смотрит на номинальную цену. Если я начинаю требовать сниженной цены, то я могу его потерять. В условиях инфляции у меня есть возможность повысить цену, тем не менее не полностью компенсируя инфляцию. И целый ряд также явлений, которые называют структурной инфляцией, они тоже свидетельствуют о том, что без инфляции рост довольно затруднён. Но давайте я остановлюсь не на всём, потому что это обширная тема. Вот смотрите, пусть в процессе экономического роста некоторые предприятия увеличивают импорт сырья и оборудование. Тогда доллар дорожает. Но если доллар дорожает, то растут цены всего импорта, включая импортные потребительские блага. Ну и так далее. Чтобы удержать работников, предприятие увеличивает зарплату, что приводит к росту цен на все товары. Хорошо известно также так называемая инфляция и держа. Увеличение выпуска часто сопровождается ростом затрат на единицу выпуска. И предприятия вынуждены повышать цены, и таким образом наблюдается инфляция. Вот в связи с тем, что темпы инфляции очень сложно на самом деле влияют на экономический рост, была введена такая практика таргетировать инфляцию. Что означает таргетировать инфляцию? Это таргетирование означает обязательство Центрального банка поддерживать определенный целевой уровень инфляции, возможно, в некоторых пределах, путем изменения так называемой ключевой процентной ставки. Вот с помощью ключевой процентной ставки мы можем влиять на темпы инфляции. Повышая ее, мы уменьшаем таким образом спрос на деньги, и тем самым инфляцию сдерживая, увеличивая ключевую процентную ставку. Различают жесткое инфляционное таргетирование, когда целевая инфляция, которая объявляется в Центральном банке, например, все услышано и фиксировано. И тогда задача Центрального банка состоит в поддержании вот этой целевой инфляции. И гибкое инфляционное таргетирование, когда задан диапазон возможного изменения целевой инфляции, и предполагается, что варьируя ключевую процентную ставку в этом диапазоне, Центральный банк как-то влияет на экономический рост. Вот введена эта практика таргетирования инфляции, была в 89-м году, впервые Банк Новой Зеландии ввел, и после этого подавляющее большинство развитых стран, хотя есть и исключения, они придерживаются этой политики. И сторонники этого, ну, на самом деле, многие развивающиеся страны тоже, сторонники этого метода полагают, что он позитивно влияет на ожидания экономических агентов, увеличивает их доверие к Центральному банку, снижает издержки на управление темпом роста цен, обеспечивает уменьшение инфляции и ее волатильности, благодаря этому ускоряет экономический рост. Ну, я думаю, что все знают, что наш Центральный банк придерживается таргетированной инфляции, при этом вот эта целевая ставка, она объявлена в 4%. Для того, чтобы установить правильное значение целевой инфляции, были проведены многочисленные работы. И надо сказать, что оценки этих, которые получены для разных стран в разных работах, и даже для одной страны, они очень разнятся. Ну, просто для примера, скажем, значит, вот в одной из сравнительно недавних работ для развитых стран, значит, найдена, это не совсем даже целевая инфляция, но это ее оценка. Это так называемый порог инфляции. Порог означает, что увеличение сверхпорога заведомо повредит экономическому росту. А некоторые не очень большие снижения на самом деле не вредит или, может быть, даже улучшает. Так вот, для развитых стран этот порог в одной из работ 5,3% примерно, для развивающихся 12,2%. В другой работе найдены другие значения. В ряде работ прямо ищут оптимальный уровень инфляции, которые обеспечивают максимальное значение того или иного народно-хозяйственного критерия. Так вот, в недавней тоже работе найдено, что вот этот оптимум для США и Японии составляет 2%. А в недавней работе одного из сотрудников нашего Центрального банка оптимум для России найден такой, вы удивитесь, 1,1%. Но сразу же скажу, что модель сложная, сделана вполне квалифицированно, но не учтены некоторые очень важные факторы, и, может быть, поэтому оптимальный уровень инфляции оказался таким низким. Теперь, на самом деле, цели по инфляции часто не реализуются. Так, в августе 2021 года из 55 стран, которые рассматривались тогда, в которых Центральные банки тагетировали инфляцию, в 36 странах там просто цен был выше объявленного целевого диапазона, в 7 странах ниже его, и лишь в 12 странах в пределах диапазона. И возникает вопрос, если ситуация такова, способствует ли объявление целевой ставки повышению доверия к Центральному банку? Опять-таки, замечу, что после введения инфляционного тагетирования у нас в 2014 году, там есть рассогласование по 2014 или 2015, но так или иначе, инфляция ускорилась. За 3 года до введения средний темп составлял 6,7%, никак не 4, а в последующие 3 года 8,7%. И в целом, ряде работ сейчас уже в последнее время обсуждается вопрос о том, а эффективно ли инфляционное тагетирование вообще. Ну и я приведу выдержку из одной из последних работ. Работа 2023 года сделана на самом деле в виде припринта АМФ. Вывод такой. Приведенный нами анализ панельных данных не обнаруживает значительных различий в среднем между странами, использующими и не использующими инфляционное тагетирование. Однако, наш анализ склоняет к выводу о том, что в странах, где снижение инфляции в результате внедрения инфляционного тагетирования было более значительным, наблюдалось также более значительное снижение производства. Таким образом, пишет очень аккуратно авторы, существует некоторое ограниченное подтверждение опасений, что выигрыш инфляции происходит за счет выпуска. Ну и вот давайте теперь на фоне вот этого того, что я рассказал, давайте еще раз вернемся к гипотезе, которая с самого начала была сформулирована, согласно которой резкое ускорение темпов экономического роста требует одновременно ростной инфляции, роста цен, увеличения темпа роста цен. В этот период инвестиции, рост инвестиций превышает темп роста благ вообще, не только потребительских, но и вообще благ. И еще раз повторю, что спрос на благо увеличивается вследствие увеличения числа занятых, повсеместного роста зарплаты, поскольку новое производство увеличивает зарплату, чтобы привлечь квалифицированных работников, увеличение спроса на инвестиционные товары при временном неувеличении выпуска. Ну вот, как это на самом деле проверить? Ну вот, я попытался посмотреть на данные о целом ряде стран экономического чуда. И нужно сказать, что вот эта гипотеза, но в той или иной форме, она более-менее всюду подтверждается. Рисовать графики здесь довольно бессмысленно, потому что не получается сделать так, чтобы на них было видно, но и таблицы, которые я дальше буду приводить, из них тоже в общем трудно почерпнуть такое, так сказать, ясное представление о том, что происходило. Ну вот, давайте возьмем Японию. Между прочим, скачок роста произошел в 1947 году, когда инфляция была близка к 200%, темп роста ВВП в 8,4%. Ну, а потом, так сказать, происходило некоторое регулирование, но люди, которые занимались этим вопросом, историки, соответствующие японской экономике, прямо пишут, высокая инфляция была вызвана в основном чрезмерным ростом спроса, связанным с быстрым наращиванием промышленных мысловостей и принудительным расширением экспорта. При этом, значит, они как бы извиняются за то, что высокая инфляция, значит, она имела место, но тем не менее это факт. И дальше мы смотрим на Южную Корею, обнаруживаем примерно ту же самую вещь, хотя здесь темпы роста цены такие грандиозные. Видите, скачок такой интенсивный, он начался после 1963 года, в 1962 году инфляция умеренная, в 6,6%, а там просто 3,9%. В 1963 стачок инфляции 20,7%. Понятно, что вливания большие были осуществлены, и темп просто сразу подскочил до 9%. Ну и дальше обычно ситуация развивается так, что в течение некоторого времени приходится поддерживать высокую инфляцию, потом она снижается, потому что экономика выходит более-менее на такой стационарный темп роста. Так или иначе, когда, если говорить про корейскому экономическому чуде, то можно констатировать, что на протяжении большей части периода быстрого роста 1963 по 1981 год инфляция уже однажды в 1973 году снижалась до уровня менее 10%. Она составляла 24,3% в 1974, 15,3% в 1976, а рост 9,5%, 7,8%, 13,2% и так далее. А вот начиная с 1982 года инфляция уже не выходит за пределы 99%, а быстрый рост продолжается вплоть до 1997 года, но уже без существенного ускорения роста. Близкая ситуация наблюдается во Франции в период экономического чуда. Если мы возьмем периоды 1946-1957 год, если мы возьмем периоды 1946-1951 год и аналогичное подлиннее период с 52-1957 год, среднее значение роста ВВП в первом периоде около 9%, при инфляции средней инфляции 22%, 22 с лишним процента. А уже во втором периоде мы такой рост ВВП не можем поддерживать, потому что снизили инфляцию до 3%, но рост ВВП все-таки значимо, это 5%. Аналогичная ситуация с Ирпанией, с Ирландией, точно так же. Вот замечательно наблюдать, что происходило в Китае, но надо сказать, что исследователи китайской экономики так и пишут, экономические росты инфляции в Китае были тесно связаны друг с другом. Экономический бум обычно начинался с одновременного увеличения инвестиций и потребления, поскольку правительство ослабляло ограничения на инвестиции в некоторых секторах, поддерживая политику правительства, банки немедленно расширяли предложения кредитов. После быстрого роста экономика перекрывалась, сдерывалась инфляция, а потом все начиналось как бы сначала. То есть так или иначе вот эта политика регулирования темпа инфляции, она была не прямолинейной, а нужно было увеличивать инфляцию, когда темп просто снижался и снижать инфляцию, когда темпы роста цен становились слишком большими. С Малайзией можно наблюдать аналогичную ситуацию. Я боюсь, что у меня время, наверное, уже стекло. Сколько нужно, чтобы закончить? Давайте я буду тогда пропущу здесь. На самом деле когда представители Банка России объясняют, почему они выбрали ставку в 4%, в общем объяснение, на мой взгляд, не очень внятное. Одно из объяснений стоит в том, что 4% соответствует медианному уровню цели по инфляции с трансформирующимися рынками. Но мне кажется, в общем, это не очень хороший критерий, почему нужно брать медианный уровень, а не брать уровень инфляции, который характерен для лучших, самых быстро развивающихся стран. Ну и странно, почему центральный банк не использует, если уж он использует таргетированную инфляцию, почему он не использует диапазон, в рамках которого можно было инфляцию регулировать. и если сравнивать, посмотреть, что происходит с Россией, с чем ее сравнить? Близкая по уровню душевого ВВП в паритетах покупательной способности страна Турция. Сравнение не очень корректное, потому что она захватывает период санкций на Россию, но тем не менее. Ну и здесь надо отметить, что в 90-е годы Россия значительно опережала по уровню душевого в паритетах Турцию, потом был спад, как известно, Турция вышла вперед, потом Россия снова начала догонять и перегнала Турцию, а после 2009 года Турция существенно опережает по темпам роста Россию. Так вот, с 2009 по 2022 год Российская Федерация в ней был менее 1%, средний рост за весь период, средний темп роста. Инфляция 7,2%, у Турции темп роста был 5% с лишним, а инфляция почти 14%. В общем, нужно ожидать, что вследствие санкций нас ждет ускорение, неизбежное ускорение инфляции, и противодействовать этому ускорению нужно чрезвычайно аккуратно. Из-за чего? Прежде всего, увеличение расходов на оборону и оплату на служащих означает, что доходы потребителей растут в беде увеличения выпуска потребительских благ. Теперь уменьшение удорожания закупаемого импорта означает повышение его внутренней цены, увеличение спроса на валюту, удорожание доллара и повышение внутренних цен. Уход фирм тоже вызывает на самом деле в конечном итоге ослабление конкуренции, уменьшение выпуска, переключение спроса на менее качественные отечественные товары и рост цен. Выводы. Значит, вот из того, что я рассказал, на мой взгляд, можно заключить, что универсальное правило успешного догоняющего развития состоит в том, что при замедлении экономического роста надо стимулировать выдачу кредитов, допуская рост цен до определенного уровня, но при его превышении тормозить выдачу кредитов, вот это в точности политика Китая, ну и до некоторой степени всех стран, о которых я упоминал, чтобы инициировать скачок роста, необходимо денежное вливание с неизбежным ускорением инфляции, то есть здесь прямолинейная установка, чтобы непременно поддержать инфляцию на уровне 4%, при этом она невыполнима во многом, как мы наблюдаем сейчас, значит, вот эта установка, она, на мой взгляд, к успеху не приведет. Конечно, важно, чтобы рост производства в дальнейшем опережала рост цен. Теперь важно, чтобы политика Центрального банка была согласована с промышленной политикой, потому что от этой промышленной политики выдача львотных кредитов тоже зависит от инфляции. Если будет все-таки принять решение сохранить инфляционное тегетирование, целесообразно перейти на гибкий вариант, и необходимо разработать рекомендации по реагированию на материальные инфляционные шоки. На мой взгляд, нет оснований держать инфляцию на прежнем уровне в 4%. Вполне возможно, что новый рациональный целевой уровень выше, скажем, 6-7%, с диапазоном около 2%. На самом деле, если мы сумеем поддерживать инфляцию реально в целевом диапазоне, вот это будет содействовать доверию экономических агентов Центральному банку и тем самым способность реализации его цены. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Виктор Меерович за очень интересное выступление. Коллеги, я вам не представил свою коллегу, с которой мы проводили организационную работу по этому круглому столу. Это Ирина Ивановна Смотрицкая, руководитель Центра комплексных проблем государственного управления Института экономики Ирана. Значит, я понимаю, что первый выступающий имеет некое премиальное время, но я попрошу соблюдать регламент. Регламент у нас, напоминаю, 15-20 минут. Следующий выступающий член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор Цеми, РАН, финансовый университет, Клейнер Георгий Борисович. Тема его выступления «Системное управление многоуровневой экономикой». Пожалуйста, Георгий Борисович. Спасибо большое. Коллеги, меня слышно? Да. За экраном, перед экраном. Да, слышно. Так, коллеги, значит, мне довольно трудно выступать с моей темой после такого очень содержательного доклада Виктора Мееровича, но что делать? Назвался груздем, следует полизать. Значит, тема, как сказал Андрей Евгеньевич, это системное управление многоуровневой и добавливой структурной экономикой. Сегодня мы слышали чрезвычайно много интересных докладов, в которых рассматривались важнейшие вопросы, в основном макроэкономического характера. И эта макроэкономическая тема доминирует в дискурсе современного экономического пространства. Гораздо меньше внимания уделяются отраслям, меньше, еще меньше внимания уделяется предприятиям. и совсем мало, на мой взгляд, уделяется вниманию многоуровневости экономики. Вот это очень существенная проблема. Значит, некоторые рассматривают ее в редукционном ключе, согласно которому все редуцируется, и нет смысла рассматривать отдельные уровни, потому что каждый из них является базой для другого. Но я следуя, может быть, или беря в качестве спутника нашего коллегу Александра Яковича Рубинштейна, говорю о несводимости уровней, несводимости на взаимосвязанности уровней, несводимости на взаимосвязанности вертикальных разрезов экономики и так далее. Короче говоря, пытаюсь воплотить системную парадигму, согласно которой экономика представляется совопутностью взаимодействующих, взаимосвязанных, относительно самостоятельных и относительно устойчивых социально-экономических систем, которые, так сказать, кружатся хоры, как там говорилось, хоры тихие светил, которые и составляют экономику совершенно разного размера от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций, а также макросистем, все это члены одного и того же социально-экономического пространства. И вот этот факт понуждает нас пересмотреть многие положения экономической теории, не то, чтобы пересмотреть или вступить в спор с какими-то положениями, скажем, теми, о которых говорил Виктор Мейерыч, о связи инфляции, безработицы, инфляции, экономического роста и так далее, и так далее. Но мне кажется, что мы должны немножко изменить мировоззрение экономическое. Вот то, о чем говорил сегодня О чем говорилось в первом докладе у нас сегодня, а именно о различии между экономической мыслью и экономическим анализом. Вот мне кажется, что в сегодняшних условиях мы должны немножко изменить наше экономическое мышление. сегодняшние условия представляют собой, как говорил Виктор Мейерыч, и как мы это знаем, своеобразное положение России, так сказать, в полупрозрачной изоляции. Она не герметична, но она существует, и она затрудняет обмен информацией финансами, людьми, технологиями, материальными ресурсами и так далее, и так далее. И вот значит, каково же должно быть системное пространство экономики в этих условиях. Вот собственно говоря, и как должно управляться это экономическое пространство в стесненных, так сказать, в стесненных экономических условиях. Я замечу, что вообще в связи с нынешней ситуацией в экономике и политике мы, видимо, должны еще существенно пересмотреть понятие экономической системы, экономической деятельности настолько сильно взаимосвязаны сейчас административные, можно их так сказать, политическими, можно назвать волевыми, можно назвать административными решениями, насколько тесно это связано и переплетается с экономическими решениями. Когда мы говорим о критериях оптимальности, ну вот такой чисто экономический Да, это хорошо, но мы должны говорить не только о критериях, но и о действиях экономических субъектов, экономических руководителей, экономических политиков, которые связаны вовсе не единым критерием оптимальности, а связаны какими-то совершенно другими соображениями. И вот эта идея о том, что взгляд на экономику должен быть более системным, в частности, насчет того о том, что управляющая система и управляемая система уже не представляют собой, как раньше это было, две различные системы, из которых идут установки. И все это часть общего пространства социально-экономических систем. Второй слайд, пожалуйста, покажите. Основная задача управления экономикой в этих условиях, на мой взгляд, является задача консолидации экономики. Мы должны остановить разбегание экономических субъектов, объектов, разбегание их под систем по разным азимутам. Мы должны обеспечить координацию, когерентность, консолидацию и так далее. За счет чего это делается? Ну, это разные меры принимаются для этого. Пожалуйста, третий слайд, покажите. Цель доклада, я вижу, и цель вообще этого исследования, которое представляет собой, так сказать, краткое изложение в телеграфном стиле довольно объемных исследований в области системного представления экономики, в том числе и системного управления экономикой. И вот, значит, это должно быть основано на модернизированной теории стратегического планирования, системно-экономической теории, как дополняющей известные парадигмы. И, наконец, на пространство-временном анализе, который, к сожалению, не является сейчас сквозным. И только время от времени вспыхивает, когда мы говорим о пространстве экономики, о региональной экономике, когда мы говорим об отраслевой экономике. Но когда мы говорим об экономике в целом, то, как правило, вот этот пространство-временной взгляд, где время интегрируется с пространством, упускается из виду. Пожалуйста, следующий слайд покажите. Четвертый. Значит, сейчас много говорят о стратегическом управлении, то есть управлении, основанном на разработке и принятии стратегий. Значит, я понимаю стратегию как комплекс взаимосвязанных, взаимовязанных решений по основным направлениям развития объектов, причем таким решением, которые приводят к долгодействующим и трудно исправляемым последствиям. И вот, значит, системное управление – это управление, которое основано на максимальном учете системной структуры управляемой области. Здесь это не… Если стратегическое управление отвечает на вопрос, какое управление, то системное управление отвечает на вопрос и на какое, и управление чем? Управление – управление экономическими системами. Пожалуйста, следующий слайд покажите. Значит, какие виды управления экономикой мы знаем? Мы можем увидеть в нашей истории недавней и примеры хаотического управления, когда по каждой отдельной проблеме принимается каждое решение каким-то одним человеком, не всегда известным. Вот 90-е, да, годы. Значит, следующий этап – ручное управление, когда решение принимается более или менее известно кем, но вне связи с другими решениями, то есть ручным. Вот этот 90-е годы, середина 2010-х, значит, говорится о стратегическом управлении, хорошо бы его, наконец, наладить. Значит, может быть, сейчас его, конечно, нет, и в современных условиях его, скорее всего, и быть не может. Но, опять же, из-за этих политических условий, взаимосвязи административно-политических и экономических решений. Ну и, наконец, на мой взгляд, высшая ступень управления – это институциональное управление, которое основано на неявно принятых и разделяемых обществом принципах, которые не всегда требуют оформления в виде стратегического документа, но неявно разделяются членами общества. Ну и, пожалуйста, шестой слайд, покажите. Системное управление средой или платформой является вот это вот самое пространство. Совокупность социально-экономических систем, взаимосвязанных, распространяющихся на определенное, иногда ограниченное, иногда неограниченное время. Но важно, что это пространство априорно считается анизотропным. То есть в нем нет, априорно говоря, объективно выделенных направлений. И, скажем, государство, которое, несомненно, является одной из систем, с которыми мы связаны, или бизнес, значит, мы не предполагаем, что у этих систем априорно есть приоритет. Это говорит о том, что мы должны рассматривать все системы существующие, но и те, которые мы хотим видеть, должны рассматривать как априорно равноправные. И это на конкретном периоде мы можем говорить о кинсианстве или о доминировании государства. На другом конкретном периоде можем говорить, а вот у нас бизнес что-то подстал и так далее. Но априорного и универсального разделения систем на более и менее важные нет. Правда, следующий слайд. Покажите. Ну вот здесь, так сказать, как бы консенсация, полиструктурность и разрывы между структурами и уровнями российской экономики. И вот, значит, если угодно сформировать цель системного управления, то цель системного управления оставляет в том, чтобы преодолеть те проблемы, которые связаны с разрывом между этими подразделениями. Пожалуйста, следующий слайд покажите. Девятый слайд. Ну вот цели системного управления. Девятый слайд, давайте посмотрим. Основная системная проблема – это слабая системность российской экономики. Ну и вот, значит, говоря об этих разрывах, мы должны обеспечить консолидацию экономики в целях преодоления имеющихся разрывов. И, пожалуйста, десятый слайд покажите. Вот межуровневое расслоение. Расслоение между макроэкономикой, мезоэкономикой, микроэкономикой и наноэкономикой. Значит, макроэкономика, в свою очередь, оторвалась от мегаэкономики. Мы знаем, что сейчас международная экономика оказывает влияние, но не такое, как раньше. И это, конечно, порождение сегодняшнего времени. Но следует стремиться к тому, чтобы разрывы между мега и макро уровнем, а также разрывы между макро и микро уровнем, и микро и нано уровнем были бы минимальны. Какие средства для этого существуют? Основная задача здесь, основное средство – это развитие мезоэкономики, которая должна, в свою очередь, соединить макроэкономику и микроэкономику. Воспринимать установки макроэкономики и транслировать их через мезоэкономический уровень на микро. Второй момент – это соединение наноэкономики. Одиннадцатый слайд, пожалуйста, покажите. Одиннадцатый слайд. Наноэкономика – это экономика отдельных индивидуумов. Обычно ее не включают в состав экономических уровней, потому что считается, что это сфера некоторой социальной науки, и следует говорить о социальной жизни индивидуумов. На мой взгляд, это порождает разрыв. И мы видим, как этот разрыв работает, как отношения между работниками и предприятием воздействуют на социальное мировоззрение этих работников. Смысл того, что я говорю, состоит в том, чтобы эти разрывы сократить. И для этого существует целый ряд решений, в том числе и решения, связанные с ролью хозяйствующих субъектов, предприятий в принятии народно-хозяйственных решений. Сейчас эта роль практически отсутствует, но, на мой взгляд, система управления должна привести к тому, чтобы это было осуществлено. Ну и, конечно же, демократизация управления производством, что увеличивает роль сотрудников в управлении предприятий. Ну, значит, коллеги, время бежит очень быстро. Я хотел бы, подходя к концу, завершить вот чем. Разрывы между уровнями экономики раз. Разрывы между системными секторами экономики, такими как объектный сектор, проектный сектор, средовой сектор и процессный сектор. Разрывы между государством, бизнесом, экономикой и социумом. Вот все эти разрывы, ну, не говоря уже о тех, которые я показывал, включая разрывы между социально-экономическими ценностями и другими типами разрывов. Короче говоря, из, так сказать, образно говоря, растрескавшегося сгустка, как тесто, которое высохло, и в нем проходят, так сказать, расщелины по горизонтали, по вертикали, по диагонали. Вот консолидация этой экономики, превращение ее в единую, в единый народно-хозяйственный комплекс, в единый, пожалуйста, последний слайд, покажите выводы. Многоуровневый характер экономики требует изменения и экономической теории, и средства управления, и, самое главное, мировоззрение участников экономической деятельности. Спасибо за внимание. Спасибо, Георгий Борисович. Очень интересно. Скажите, а все-таки экономика через разрывы, она в клочья порвана? Клочья пока нет, но надо предусмотреть, чтобы этого не было. Да, и еще один вопрос. Вот у Александра Яковлевича разработана теория провалов разного типа, разного вида. Вот эти разрывы, о которых вы говорите, они как-то корреспондируют с понятием провалов? Или это разные понятия? Значит, как говорил Остап Бендер, для чего нужен ремонт провала, чтобы не провалился совсем. Значит, конечно, провалы возникают, это образное выражение для дисфункции той или иной экономической системы. Когда мы говорим о провалах государства в составе государства, экономика, бизнес, когда мы говорим о провале социума в этой же системе государства, социума, экономика, бизнес и так далее. То есть каждый разрыв является предпосредителем провала. А каждый провал рождает, к сожалению, новые разрывы. Спасибо. Очень интересно. Следующий выступающий, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, представитель ММО РАН, экономического факультета МГУ имени Ломоносова, Афонсов Сергей Александрович. Спасибо большое. Тема политика экономического развития в условиях санкций, международный опыт и российский реализм. Пожалуйста. Спасибо большое. Коллеги, я хотел бы с вами сегодня поделиться рядом соображений относительно того, каким набором возможностей располагают экономики для поддержания экономического развития в условиях санкционного давления и в чем здесь специфика российского случая, чем он похож на одни страны, не похож на другие. Значит, структура будет у нас такая трехчастная. Во-первых, я скажу, что такое экономические санкции, для того, чтобы понять, какие они вызовы ставят перед экономическим развитием. Дальше я остановлюсь на двух стратегиях противостояния экономическим санкциям, которые можно зафиксировать в мировой практике и затем рассмотрим специфику российского случая. Значит, ну, что такое экономические санкции, почему они влияют на и как они влияют на экономическое развитие. Ну, для начала нужно понять, что экономические санкции это вообще инструмент не экономической политики, а инструмент, так сказать, достижения политических целей. И, собственно говоря, сквозь эту призму, значит, воздействие санкций на экономику и рассматривается. Значит, когда страна, инициатор санкций хочет воздействовать на политику страны адресата, значит, какие у нее есть возможности. Эта страна может повысить издержки того поведения, которое она у страны адресата не любит, либо лишить ее доступ к ресурсам, которые необходимы для продолжения такого поведения. Соответственно, базовая логика экономических санкций это логика ПНГ. Мы наносим экономический ущерб, ПНГ, в стране адресату для того, чтобы, значит, вызволить, так сказать, из нее изменение политического курса в интересах страны и инициаторов. Значит, ключевая для понимания логики санкций связка этой вот именно связка ПНГ. Значит, санкций много, санкции за последние десятилетия просто улетели в небо и, к сожалению, в основном за счет нашей страны. Значит, там есть кое-чего по Сирии, есть кое-чего по Белоруссии, но, так сказать, просто простое сопоставление показывает, что, в общем, как бы ничего подобного мы в мировой практике никогда не видели. И, значит, то, что мы можем из мирового опыта извлечь, это, в общем, как бы, наверное, что-то полезное может быть, но точно не, как бы, не сто процентов аналогичное нашему случаю. Просто потому, что такого объема санкций, повторяю, никто никогда не видел, не применительно ни в какой стране. Значит, в чем базовая проблема эффективности санкций? Проблема эффективности санкций, значит, когда вот пишут там санкции эффективны или неэффективны, применительно к России, например. Значит, здесь часто, значит, путают важные вещи. Значит, экономисты очень любят забывать, что вообще-то санкции – это инструмент мировой политики. И они говорят, ой, мы видим, что ущерб есть, значит, санкции эффективны. При этом как-то, значит, вот сам ущерб, значит, они фактически приравнивают к выгоде тех стран, которые санкции накладывают. Забывая, что эти страны накладывали санкции не для того, чтобы ущерб был сам к себе, а для того, чтобы была изменена политика от страны-адресата. Ну, вот эта вот классическая ошибка «пэйн равно гейн», это, значит, ну вот, не знаю, есть у Сергея Булгакова, по-моему, замечательный, значит, образ, значит, когда он критикует марксистов, что, значит, они как бы сами придумывают понятие класса и сами же его, значит, в обществе находят. Он говорит, это все равно, что рыбак закинул, значит, невод в море, вытащил этот невод и потрясает им гордо, как если бы это был сам улов. Вот здесь вот экономисты впадают в такой же грех. Значит, они, значит, потрясают цифрами «пэйн», воображая, что это и есть гейн. Значит, а специалисты-международники как раз показывают о том, что часто бывает ситуация, когда «a lot of pain but no gain» и пытаются каким-то образом объяснить, а что, собственно говоря, происходит. И иногда получается, что как бы страна терпит этот самый «пэйн», но политику не изменяет, а иногда бывает, что «пэйн» есть, но он вполне себе, так сказать, для экономики переносим, и там даже не возникает вопрос, там, значит, нужно сохранять, не нужно, ну, просто как, ну, да, чуть-чуть темпы роста сокращаются. Да, это для больших экономики это «a lot of pain», много денег потеряли, но, в принципе, в общем, ничего страшного не происходит. Значит, вот, значит, мой любимый график, показывающий о том, значит, с точки зрения политики, что санкции приносят, да, эффекты или, значит, или пустышку. Ну, вот вы видите, что в середине прошлого десятилетия доля санкций, которая не приносит никакой выгоды странам и инициаторам, резко возрастает, и надо понимать, что, значит, значительный вклад в соотношение таких долей внесла наша доблестная страна и наша доблестная экономика. Значит, почему же она внесла и чем это можно объяснить? Значит, ну, вот здесь я суммировал результаты эмпирических исследований, влияние санкций на экономику и на политические решения. И, в общем, выясняется, что, если говорить об экономике, то ключевые факторы – это размер экономики, это, так сказать, теснота экономических, внешнеэкономических связей с теми странами, которые вводят санкции, а это некоторые политические переменные, ну, например, политическая нестабильность точно влияет на объемы ущерба и на изменения, значит, политики. Ну, и некоторые, так сказать, характеристики самой экономики, например, гибкость внешнеэкономических связей и возможность перестройки и проференции для стратегических секторов в это некие, так сказать, уже политические экономики, политические решения правительства. Это то, что касается эмпирии, то, что можно посмотреть в модели. А если посмотреть на мировой опыт по странам, то есть вот не на основе модели, не на основе эконометрики, а просто кейсы смотреть, оказывается, что все гораздо интереснее. И помимо вот этой вот сухой, так сказать, истории с переменными, есть много чего живого и цветущего. Значит, вот мы с коллегами достаточно много работали по изучению санкционного опыта, значит, выделяются две основные стратегии жизни с санкцией. Ну, во-первых, это стратегии ситуационной адаптации. Это когда мы просто смотрим на то, что происходит, и реагируют. Значит, ну, как бы может возникнуть вопрос, а вообще стратегия или это? Да, это стратегия. Совершенно сознательно страны в условиях ограниченности ресурсов и в условиях, так сказать, ограниченного круга инструментов экономической политики, с которой они работают, они просто говорят, да, это единственное, что нам остается, мы пытаемся сделать как можно лучше в рамках вот этого набора. В реактивной промокроэкономической политике, в управлении ресурсами в режиме Тришкин Кафтан, сегодня сюда, завтра сюда, бюджетные ресурсы, энергетические ресурсы, значит, военные ресурсы, поиск альтернативных внешнеэкономических партнеров, альтернативных методов ведения внешней торговой операции, поддержка национального предпринимательства. Ну, как бы, значит, бизнес гибнет, нужно его как-то держать, значит, стимулировать, чтобы он работал, а желательно, чтобы он вообще просто не сдох. И одной из характерных чертов этой стратегии является рассинхронизация стратегии государственной бизнеса и домашних хозяйств. Ну, просто потому, что у государства не хватает ни системного мышления, ни ресурса, ни возможностей для адаптации, для того, чтобы какой-то разумный, так сказать, единый курс проводить в рамках национальной экономики, чтобы все субъекты были довольны или хотя бы знали свое место. Значит, стратегия противостояния санкций вторая. Стратегия, ну, то, что называется экономика сопротивления, мы взяли по аналогии с Ираном. На самом деле, есть еще один очень хороший пример такой же, значит, стратегии. Это, на самом деле, ЮАР. До падения Аппартиида. Очень похожая вещь, значит, ну, как бы, это уже история, а вот из ныне живущих государств, значит, под санкциями, вот, это Иран. Значит, тут системы, макроэкономическая политика с сегментами кинсианства. Обратите внимание, что это примерно то же самое, что в 23-м году перешла Российская Федерация. 22-й год – это макроэкономическая стивилизация, 23-й год – экономический урок за счет чего? За счет государственного спроса. А последовательное управление ресурсной базой развития, естественно, чтобы ее управлять, нужно ее иметь. Там, если у Сирии, там, треть страны с энергетическими ресурсами и землями находятся под фактической оккупацией, культы ее контролируют при поддержке США, то у Ирана все нормально с этим. Плановерное импортозамещение, точечный хай-тек, в том числе ВПК. Вспомним тот же самый опыт у ЮАР, это тоже был точечный хай-тек. Вспомним медицинскую промышленность, значит, медицинские услуги. Внешние экономические связи развитые в спонтуре стран-партнеров, от альтернативной методы института ведения бизнеса, участвуют на семинаре с китайцами, там они вот там, ну вы понимаете, наши банки с вами работать не могут, там они боятся. Я говорю, ну мы все понимаем. Мы также понимаем, что у вас есть специальные компании, банки, которые прекрасно работают с Ираном, они созданы специально для того, чтобы работать с этой страной. Им там, значит, все эти, так сказать, репутационные какие-то там риски, совершенно как бы фиолетовые. Ну, создайте, вот это создан институт. Ну, надо создавать такие же институты для того, чтобы работать и с нами, да? Значит, иранцы это как бы уже просекли и давно использовали. Ну и, наконец, попытки синхронизировать стратегию государственного бизнеса и домашних хозяйств. Не обязательно всегда удачные, но это сознательные абсолютно попытки. Вот, давайте мотивировать там бизнес на выполнение, национально значимых задач, а что-то это как-то очень сильно похоже, да? Значит, иранский опыт как-то нам близок в этом отношении. Значит, устойчивость российской экономики к санкционным шокам. Значит, ну это действительно вот некий такой до сих пор хайп идет, значит, почему, а что такое с Россией, почему же она растет? Ну, отчасти она растет, потому что вот это, и обратите внимание, вот особенно в первосистемной экономической политике с элементами кинсианса. Это то, что работает. Значит, просто я пролистаю картинки, значит, мне очень нравится, ну, как мультфильм, да? Значит, это то, что прогнозировали для мировой экономики и России в январе 22-го года. Ну, все растет там, значит. Вот, что прогнозировали в апреле 22-го. Сейчас Россия грохнется и не встанет. Значит, следующий прогноз. Что-то как-то вроде как грохнется, но не так низко. Следующий прогноз, опа, а что-то там вообще и расти начнет. Я вот просто помню вот этот скандал, значит, январь 23-го года, когда МВФ первый раз насчитал рост по 23-му году прогноз России. Там, значит, а, вы преодолеете путинская пропаганда. Значит, после чего как-нибудь там что-то в мозгу щелкнуло МВФ, путинская пропаганда. Там вот это вот, типа того, что там, ребята, чего вы нюхаете перед этим. Значит, ну это ладно. Значит, вот 23-й год, а дальше корректировки прогнозов. Выше и выше и выше. Значит, вот конец года, опять 24-й, 25-й, вот корректировки. Опять-таки у нас, значит, последние корректировки январьские. Вот смотрим, значит, где у нас Россия, которая скорректирована на 24-й год на 1,5% пункта. Слушайте, вот это вот я такого, сколько себя помню, я не помню, чтобы такое было. Вот видите, январь 23-й года за квартал они скорректировали темпы экономического роста России по 23-му году на 2,6% пункта. Я вообще не помню, чтобы такое было когда-либо. Значит, ну 22,6% это круто, ну 1,5% пункта тоже круто. Обратите вы внимание, Саудовскую Аравию опустили на 1,3%, а где-то там у нас идет замечательный Иран наш с экономикой сопротивления, чем сделал Международный валютный фонд, поднял и его на 1,2% работать с Россией. Ну и а почему же, собственно говоря, ну и совсем быстро, тут у меня осталось 2 минуты, ну во-первых, размер экономики, это ровно то, что, собственно говоря, из экономики следует. Это ресурсы для того, чтобы разорвать связь по НГЭ, а во-вторых, ну как, вот нам с начала 90-х годов вдалбливали, что у нас небольшая открытая экономика, что ни мы на что не влияем, что мы прайс-тейкеры, что значит, что в мировой экономике, то и в России. Опа, оказалось, что на самом деле все гораздо лучше, и Россия прекрасно влияет на мировые рынки, если не через цены, то через объемы и географические направления. Дипкость внешнеэкономических связей, вот есть данные по целому году прошлого, но вот это вот самое хорошее, вот этот вопрос о том, как, вот феерические вещи, там, значит, которые там 20 лет мы обсуждали, как развитие эксперт нефти в Индии. Сколько я себя помню, еще центр Грефа был жив, мы говорим, нужно развивать эксперт нефти в Индии. За четыре месяца сделали то, что четверть века не могли сделать. И вот, собственно говоря, просто перебалансировали из Европы в Азию. И как бы это на горизонте полугода, там, 4-6-8 месяцев. Значит, фактор, который, ну, я очень цинично буду говорить, значит, это просто фактор рационального выбора. Значит, если у вас экономический спад, в чем заинтересованы экономические субъекты? Если это, ну, там, политические субъекты регионального угла, они интересованы в трансферах. И чтобы были транспорты, нужно дружить с властью центральной. Логично? Логично. Значит, вот это второй пункт, это то, что я троллю всегда наших западных друзей. Значит, вы что хотели? Вы хотели сделать санкции, нанести нам ущерб, да еще там говорить, вот будет стратегическое поражение, вот там коллективная ответственность, будет компенсацию платить. И что, какой-то рациональный человек не скажет, а, так вот они что от нас хотят? Ну-ка, давайте мы будем поддерживать того, кто вот с этими гадами борется. Ну, rational choice, абсолютно, как в учебниках написано. И дальше, еще более циничная вещь. Вот от этого очень любят товарищи, значит, из погонок западные, значит, стрижетать зубами. Что вы хотели? Вы снизили занятость в гражданском секторе. Значит, нанесли ущерб. Пытаетесь, значит, там, подорвать отрасли, которые раньше были процветающие, а сейчас стали зарплату ниже платить. Куда пойдет рабочая сила? Ну, логично, что она перетечет из сектора, где падают зарплаты, из сектора, где зарплаты не падают. Ну, в сферу обороны и безопасности она и перетекла. Экономические санкции фактически создали условия для того, чтобы занятость в этом секторе росла. Ну, и последнее. В качестве экономической политики. Ну, это главный сюрприз. Значит, и причем как бы вот сюрприз по 22-му году был абсолютно такой вот не слабый, потому что все дули. А вот мы сейчас, значит, будут стратегическое планирование, будут переходить на государственные рельсы, будут экономику переводить там на военную структуру. Ничего этого нет. Значит, вот замечательная фраза, которая мне очень нравится, один из наших экономических руководителей, ведущих. Ну, если бы мы взяли мобилизационную экономику, все бы рухнуло. А сейчас к этому тому, что еще не рухнуло, добавили еще кенсианство, что совсем стало хорошо и правильно. В общем, я в этом отношении оптимист, и дай бог, чтобы так и продолжалось. Спасибо за внимание. Ой, спасибо. Мистично. Спасибо. Ну, это как бы тактические результаты. А что можно сказать о длительном периоде? Вот такая перестройка экономики со всеми вариантами, она ухудшит или улучшит положение, скажем, фирменской системы? Знаете, я не вижу перестройки экономики. Нет. Я вижу, что за счет государственного спроса, значит, это рост выпуска продукции в военно-промышленном комплексе. Ну, окей. А раньше было за счет государственного спроса, рост выпуска стройматериалов. Олимпиаду проводили. Ну, это тоже, как бы, ну, какой-то перекос, он абсолютно временный. У нас же не стало перекос экономики в сторону стройматериалов. Так же и не будет перекос экономики в сторону, значит, ВПК. Ну, это же кинсианство, это же не экономика предложений. Это спрос. Есть спрос, будет выпуск. Нет спроса, значит, не будет выпуска в этом секторе, дух и всего. А, значит, неэффективны были санкции, вот с точки зрения влияния на политику? С точки зрения влияния на политику, они провальные, потому что санкции усилили поддержку того курса, против которого санкции были направлены. А с точки зрения влияния на экономику, они, да, действительно были неэффективны, потому что, да, есть пейн, но экономика развивается и как-то, в общем, получше, чем многие страны, которые санкции вводят. Там, смотрите на Германию, это просто уже слезы. Ну, можно ли будет предположить, что точка зрения у тех, кто эти санкции задумывал, состояла в том, что вот экономика России едина, и удушая ее различными способами, мы тем самым влияем на верхний слой, на поведение страны в целом? Ну, смотрите, тут, с моей точки зрения, все было еще более цинично, потому что, ну, вот, я все люблю цитировать Брюно Лемера, министра экономики и финансов Франции, он 1 марта в интервью, там, чего-то там, Франция чего-то, значит, так прямо и сказал, наша цель – тотальная экономическая война против России, которая должна привести к коллапсу российской экономики. То есть, вот просто, вот, как по Pay and Gain, не то, что мы стимулы создаем, да, там, значит, больно делаем, там, президенту, там, министрам, чтобы они что-то пересмотрели. Мы хотим разрушить российскую экономику, чтобы в России не было ресурсов продолжать свою внешнюю политику. Достигли они этого. И а дальше, там, это и Брюно Лемер, там, значит, ой, вы меня так не так поняли, я имел в виду что-то другое, ну, да, рыбаки ловили рыбу, а поймали рака, да, классический случай. А теперь они говорят, ой, это чтобы сигнализировать, это чтобы, значит, вот мы там, значит, показывать единство Запада. Что показывать единство Запада? Хотели разрушить экономику? Не получилось. Сейчас отмазки начинают придумывать, значит, как там, значит, чтобы не такими дураками, так сказать, выглядеть. Ну, как бы, вы, друзья, как ни садитесь, толк-то одно и то же. А, спасибо. Очень интересно, хотя совершенно другая точка зрения. Да, только очень скоро и быстро. Да, очень скоро и быстро. А, простите, а ваш прогноз по поводу политики дальнейшего по санкциям? Ну, смотрите, они по санкциям исчерпали низковисящие плоды. То есть, фактически, вот найти такое место, там, у отрасли или какой-то сектор или компанию, чтобы по ней ударить. И стало так же больно, как они били раньше. Ну, чего-то они там полгода искали, нашли алмазы. Прокрутили, там, значит, бельгийцев, там они сейчас ноют, там, значит. Ну, и что, это как бы в масштабах российской экономики это что-то сильно. Значит, у них остались совсем уже забойные вещи, ну, типа конфискация российских активов. Вот я с китайцами говорил, вы говорите, слушайте, я просто не представляю себе китайского руководителя, который после, значит, конфискации российских активов не обнулит свои вложения в трежери Винс. Ну, просто потому, что это безумие хранит у воров, значит, деньги. Я надеюсь, что все-таки они на это не пойдут. Значит, они сейчас идут по усилению инфорсмента. Ну, пусть идут там, значит, их не могут телять и волка поймать. Спасибо. Такое впечатление, что вот это вот расслоение по слоям вводит их в заблуждение. Они давят на один слой, а другому... Да там не слой. Ну, вот какой слой? Ну, вот что там реально? Где у нас совсем какому слою плохо? Значит, это вот в классических диктаторах, как было при Саддам-Хусейне, значит. Да, там, значит, у них была идея, что давить надо, значит, элиты, а, значит, масса-то чего давить? Они от них ничего не зависят, они на Саддама ничего не влияют. А здесь, как бы, у нас консолидация общества произошла. У нас произошла, так сказать, маневр ресурсной в экономике, маневр географический в торговле. Экономика растет на новой базе, на новой, так сказать, я надеюсь, что специализация, может быть, и вырастет. Ну, это гипотеза. А так они, как бы, они, на самом деле, просто очень плохо знали российскую экономику. Они просто сами себя обманывали, значит, отчасти сознательно, отчасти несознательно. И они, правда, думали, что вот там через два месяца российская экономика рухнет. Ну, как бы, ну, в школу надо ходить, там, учебники читать по экономике. Спасибо. Давайте на этом закончим. Значит, следующий выступающий, Лев Ильич, наш хороший друг, мой однокашник, Лев Ильич Екопсон, доктор экономических наук, профессор Нио Вше. Стратегическая культура и стратегирование в экономике. Пожалуйста, Лев Ильич. Спасибо. Прежде всего, хочу поблагодарить за то, что меня пригласили на эту конференцию к 300-летию Академии наук, она приурочена. Это большая честь, и я задумался, ну, о чем, о чем стоит здесь рассказать, какие мысли им поделиться. Выбор был в пользу стратегического планирования, потому что Академия наук, она стратегии, благ даже в указе упомянута, и так не случайным образом, и вместе с тем, с чем нужно сосредоточиться не на каких-то отдельных сторонах этого стратегического планирования, а я так себе позволю выразиться, дальше конкретизирую это выражение, на некотором мета-уровне. Вот какой видится текущая ситуация в отношении стратегического планирования? Широчайший консенсус в признании ключевой роли стратегического планирования, в общем, я не знаю никого, кто бы эту роль отрицал, другое дело, понимание самого планирования. И при этом консенсус в признании того, что с этим стратегическим планированием как-то все очень неблагополучно. Опять же, не по частностям, а вот как-то не получается. Вот я привожу цитату Елены Борисовны Ленчук, на самом деле мог бы много кого цитировать, вроде как, да, вот есть, оно стратегическое планирование, а вот не стало оно основой, подразумевает, что должно быть основой. Действительно должно, вот не стало. Ну, почему основа? Георгий Борисович приводил свое определение стратегического планирования. У меня здесь на сайте мое, но они по сути совпадают, что здесь важно. Стратегическое планирование не просто какой-то там план на бумаге, это на самом деле скоординированное управление о будущем, которое предполагает какое-то общее видение этого будущего и системный подход к тому, чтобы это видение реализовывалось. Соответственно, что альтернатива? Альтернатива действия, ну, поскольку времени мало, я так вот не буду строго говорить, а позволю себе оперировать некоторыми образами. Лебедь, рак да щука, да, вот общего видения нет, кто-то туда, кто-то сюда, или Агафья Тихоновна. То есть давайте мы вот приставим, да, подбородок к носу и так далее. Честно скажу, и те, кто читают работы по стратегическому планированию, наверняка, как и я, обнаруживали и Агафью Тихоновну в этих работах, и лебедь, рак да щука тоже встречается, а главное, и то, и другое встречается на практике. У меня здесь нет возможности примеры приводить, но я думаю, что каждый здесь мог бы эти примеры, ну, эти или другие примеры приводить. Происходят значимые изменения. Вот я здесь цитирую Георгия Борисовича, который совершенно справедливо и обоснованно писал о том, что принятие федерального закона 182-го, оно не привело к желательным результатам. Ну, какие-то перемены происходят. Вот указ принят недавно, 630, ну, как недавно, ну, уже два года прошло, больше, больше двух лет. А вот нельзя сказать, что кто-то указ критикует, причем не критикует ни от страха, вроде там все правильно написано, но удовлетворенности состоянием стратегического планирования больше не стало, больше не стало. При том, что конкретные достижения есть, я, Сергей Александрович об этом говорил, они, на самом деле, в рамках некоторого стратегического планирования, в том числе неявного, да, но сама система стратегического планирования как вызывала, так и вызывает вопросы. Ну, соответственно, возникает какой вопрос? Есть ли базовое единство в диагностике проблем и в предлагаемых подходах к лечению? Или имеет место что-то похожее? Опять я позволяю себе оперировать к образу, чтобы говорить покороче. Вот к какому-то спору между ортодоксальной и китайской медициной. Вот, допустим, лучше так лечить, или лучше, когда обсуждают лечение конкретного заболевания, при этом один представляет китайскую медицину, а другой – ортодоксальную, это бессмысленный спор, потому что это в разных системах мышления, в разных системах медицин. Ну, вот если обратиться к литературе по тематике стратегического планирования, дискуссии в немалой степени фрагментированы по фокусировке. Кто-то о характере и масштабах объектов, кто-то по показателям, кто-то по участию тех или иных структур, но при этом очень часто ощутимо, что за этим стоят разные идейные подтексты. Что, на самом деле, с разных колоколин люди рассматривают вопрос всегда, но они о колокольнях-то не пишут, они пишут его по конкретному какому-то решению. Ну и, соответственно, там и Агафья Тихонна, все что угодно встречается. И что опаснее всего, вот это различие идейных подтекстов, ну, я написал здесь аккуратно, подчас, а на самом деле сплошь и рядом, ощутимы в практике государственных органов. И это, вот они все участники стратегического планирования, но очень часто это лебедь, рак да щука. И, кстати говоря, это отражается в литературе, опять я не буду ссылаться. Вот когда кто-то говорит, вот повысить роль вот такого-то органа, а на самом деле за этим стоит идейная общность именно с этим органом. Вот я не имею возможности сейчас прокомментировать чрезвычайно интересный доклад Виктора Мееровича. Его спор с ЦБ – это спор культур, потому что там знают все то, что он знает, и он знает все то, что они знают, да? Ну, повторяю, я не могу отвлекаться, это действительно взгляды просто с разных колоколен. Ну, как с этим работать? Слово «стратегия» для меня очень значим, оно многое подсказывает. Само понятие пришло из военного дела, очень многое выстраивалось и выстраивается по аналогии, и возможности вот такого выстраивания по аналогии далеко не исчерпаны. Понятие статистической культуры, оно действительно в военной теории давно присутствует, оно несколько десятилетий назад как бы заимствовано оттуда специалистами-политологами, особенно в науке о международных отношениях, и нам тоже, наверное, не вредно поучиться. О чем идет речь? Единого определения нет, но вот я тут некоторые определения привожу. «Стратегическая культура создает повестку дня, в рамках которой обсуждается стратегия, и служит в качестве независимого детерминанта паттерна стратегической политики, или это идейное меню, ограничивающее выбор поведения». Но я попытался предложить собственную, немножко неуклюжую дефиницию, которая была бы применима к стратегированию в экономике. Это мета-уровень стратегического мышления, на котором присутствуют ценности и базовые представления, задающие критерии о ценах. Не сами оценки, а еще потом критерии о ценах. Интерпретации вызовов и возможностей. Здесь формируются смыслы, находящие выражения в конкретных планах. Ну, вот для чего в военном деле и в международных отношениях больше всего тема стратегической культуры используется, где она возникает? А вот для того, чтобы предвидеть, анализировать, понимать поведение противника. Потому что от конкретной стратегической культуры, вот она уже есть, да? А войны еще нет. Или она уже есть, но в начальной стадии. Значит, его действия, они пока не совершились. Но если мы понимаем стратегическую культуру этого противника, мы можем многое прогнозировать. Ну, какой-то коридор возможностей, по крайней мере, да? Я это проиллюстрирую на некоторых примерах. Ну, вот всем известно Ленина, потому что все читали фраза Наполеона «Надо сперва ввязаться в бой», а там увидим. Это типичное выражение стратегической культуры. Он просто типичнейший. Правда, Наполеон, он был не так прост. Вот я тут еще одну цитату из него привожу. Он потому и был гением, что он был такой вот разносторонний. Но важно, что это тоже выражение стратегической культуры. Не конкретного плана, а культуры, которая стоит за планированием. Или все мы знаем план генерала Мака в войне и вере. Про дерсты колонны, цвайты колонны. Это стратегическая культура. Опять же, это не отдельный план. Это его способ мышления. Ну, и классик Клаузовиц, который на самом деле из него вырастает на будущее. Даже не одна стратегическая культура. Они потом ветвятся. Ну, вот ключевое его понятие, кто читал, туман войны. Он предложил подход к работе с неопределенностью, принципиально важной в военной деле. Но не сводил к тому, что надо сперва ввязаться в бой. Да? А вот как с ней работать? Ну, вот стратегия обязана сама выступать на театр войны, дабы на месте распорядиться частями и так далее. Это конкретизируется и у самого Клаузовица, и у военных теоретиков потом, причем по-разному. Но это все варианты стратегической культуры, повторяющие неконкретного плана. Что есть альтернатива всем трем вариантам? Отсутствие единого подтекста, соединение несоединимого, движение в разные стороны. Даже у генерала Мака, потерпевшего поражение, все-таки было что-то лучшее. У него была хотя бы последовательность некая, которая, будем прямо говорить, в действиях наших органов государственных не всегда просматривается. Не всегда просматривается. Что еще важно? Рамка стратегического планирования, состав документов, процедуры, она, безусловно, не индифферентна по отношению к стратегической культуре. Но наполнение этой рамки зависит от стратегической культуры больше. Почему я об этом говорю? Ну вот указ действительно 21-го года, он ни у кого отторжения не вызвал. Но это же указ о рамке. Он важный, очень важный. Но это как стеллаж. А вот стратегическая, при том, что это тоже связано с стратегической культурой, каким быть стеллажем. Но еще больше важно наполнение, что будет на полках. Как сейчас проявляется явная неоднородность стратегических культур, как тех, кто исследует проблематику стратегического планирования у нас в стране, и среди тех, кто реально рулит государственными органами одними, другими. Вот все согласны, что надо обеспечивать опору на социокультурный и социоэкономический кенотип нашего общества. И при этом очень важны изменения, что это может стратегическое планирование обеспечивать, да, адекватные реакции на крупные технологические, природные, мы не сдвигаем. И то нужно, и это согласны все, что нужно достигать социальных и экономических целей, что нужно предотвращать риск и осваивать непредвиденные возможности, и все это должно обеспечивать именно система стратегического планирования, а не что-то другое. Что важна стабильность планов и их адаптивность, что необходимо централизованное принятие ключевых решений и вместе с тем разумная автономия децентрализованного планирования, что абсолютно необходима опора на дисциплину, выполнение директив, и вместе с тем экономические стимулы и инициатива, что нужна безусловная ответственность государственных органов за содержание и исполнение планов и необходимое вовлечение общественности в стратегическое планирование, что надо использовать качественные и количественные индикаторы, да? Но весь вопрос в том, что это же крайности. Очень легко сказать, нужно и то, и другое. И это встречается в массе работ. Вопрос ведь в том, в какой точке остановиться каждый из ПА. А вот здесь подразумевается разное обычно в работах. Не обсуждается, а подразумевается. Это и есть в чистом виде проявления разных стратегических культур. Точно так же, как вот баланс между дерз, колонн и маршрут, да? Как крайность, это неприемлемо. Не надо ввязаться в бой. Вопрос в балансе. Да? Вот это практически не обсуждается. Но в итоге получаются не очень конструктивные дискуссии, а на практике, повторяю, лебедь, рак, бащука зачастую. Ну, очень часто, правда, встречаются ссылки вот в конечном счете. Ну, не буду сейчас ссылаться на работу одного коллеги, которого люблю и уважаю, уже не совсем новая работа. Вот там о чем говорится, что самое главное это экономический рост, там ВВП. А в конечном счете на этой основе все вопросы решили. Ну, может быть, но когда наступит этот конечный счет, да? Ну, и так далее. Примеры можно приводить другие. Ну, и просто имея в виду очень ограниченный регламент, я приближаюсь уже к концу. Я вижу, у меня нет каких-то готовых рецептов, но я вижу необходимость рефлексировать стратегические культуры, стоящие за теми или иными высказываниями и действиями, да? И вести дискуссию в этих терминах. Вот Георгий Борисович говорил, и я стопроцентно согласен, что принципиально важна консолидация на основе неких зачастую подразумеваемых норм. Да? А вот мы знаем эти подразумеваемые нормы, мы вообще понимаем, насколько в нашем обществе применительно к стратегическому планированию. Одни и те же нормы подразумеваются к другу профессионалов или даже среди членов правительства. Вот у меня есть ощущение, что не на 100%. Это не значит, что все отсутствует полностью. Не на 100%. А когда это не на 100%, та самая консолидация политики, некая консолидация общества, да, имеет место, как раз она резко усилилась, как раз в связи с вызовами, о чем Сергей Александрович говорил. А вот консолидация политики, да, она невозможна без единых подразумеваемых норм, но они не отрефлексированы. Ну, соответственно, можно ли устранить различия стратегических культур? Нет, потому что они не случайны. Они во многом обусловлены неполным совпадением объективно детерминированных интересов социальных групп, стоящих за теми или иными высказываниями, действиями, интересами государственных органов, сферы их ответственности. Ну, вот, можно было сейчас о Центробанке поговорить. Он же совершенно не случайно ни по глупости, ни по флакозненности, а в силу миссии, которая у него возложена, занимает определенную позицию. Различия в этой сообществе причастных к стратегическому планированию. Ну, какой секрет, что у военных, допустим, у бизнесменов несколько разные представления, не просто, знаете, такой вот, своя рубашка ближе к телу, а просто виденье того, какой должна быть экономика, разная. Потому что они занимают разное положение в обществе и по-разному воспитывали. С этим, ну, это просто так. Ну, и, конечно, сказываются индивидуальные особенности участников разработки, реализации планов. Они отражают индивидуальный опыт, образование, воспитание. Нередко в литературе говорится, вот нужна единая воля и как способ ее такое вот, ее воплощение, а вот давайте мы там все передадим президент, отправиться в президент. Вы понимаете, президент, он и по конституции, дело не в том, что там в конституции написано, но по-другому не получается. Он за основные направления отвечает. И высказывания президента, они по смыслу, поскольку они политические высказывания, должны быть защищены от корректив. Вот практика стратегического планирования на съездах компартии на самом деле была компрометирующей. Одно делает сугубо политические высказывания, а другое вот там про пятилетку. А пятилетки-то раз за разом не выполнялись. И это в общем не поднимало авторитет. партии, в которой я и многие из присутствующих наверное стояли. И вообще дело-то ведь не в этом. Не в том, кто принимает решения верхнего уровня, их в любом случае принимает президент. Есть заготовки к этим решениям, предложения разные, формулировки, интерпретации, а за всем этим стоят стратегические культуры. И важно, чтобы они были совместены. Ну, как быть? Дискуссии, ну, если участники почти во всем едины, им дискуссии вообще не нужны. Такой может быть полезный диалог для уточнения чему-то. Если базовые ценности, интересы несовместимы, дискуссии тоже бессмысленны. Но дискуссии плодотворны, если есть общие базовые ценности и есть общие интересы верхнего уровня. И у меня есть ощущение, что все-таки среди участников стратегического планирования и в экспертной среде какие предпосылки плодотворных дискуссий есть. И просто тогда надо обсуждать уже не только вот как тот или иной план делать, а вот этот самый мета-уровень эксплицировать. Ну, для экономистов очень привычная формулировка выявления предпочтений. Так вот, предпочтений базовых, вот тех самых подтекстов, а не просто конкретных решений. Я думаю, что это должно войти в повестку дня людей, которые занимаются тематично-статистическим планированием государственного управления в целом. Большое спасибо. У кого-то какие-то вопросы есть? Я хотел бы задать вопрос. Можно ли задать вопрос? Да-да, конечно. Вот, спасибо за доклад. У меня вопрос вот какой. Я лет 20, а может быть и больше, пишу об необходимости индикативного планирования для нас. И когда я встречаю термин, что нам нужно стратегическое планирование, у меня такое ощущение, что мы немножко говорим на разных языках. Дело в том, что индикативное планирование продемонстрировало возможность реализации в самых разных культурах. я не буду перечислять, это известно, послевоенной Франции, скажем, Япония, Южная Корея, Ирландия и так далее. И на самом деле индикативное планирование оно требует не просто напряжения участников, а просто на самом деле изменения структуры правительства. потому что непременным условием успеха индикативного планирования является создание так называемого генерального агентства развития, которое стоит над министерствами и реализует долгосрочные цели. Все, притом всеми типами экономической политики, в том числе и стратегическими целями занимаются. Вот мне непонятно, когда вы говорите именно о стратегическом планировании, что вы имеете ввиду, примеры каких стран? Я, как мне казалось, я пытался ответить на вопрос, скажу сейчас еще раз. Слова, они, конечно, имеют значение, я понимаю стратегическое планирование, и я не одинок, как по моему ощущению, по литературе, причем заубежные тоже. Здесь где-то с точностью до нюансов понимается одинаково. Стратегическое планирование, вот повторю, есть целенаправленное управление будущим. Это по смыслу похоже на то, как Борис сегодня определял стратегическое планирование. Другое дело, как это осуществляется. Это может осуществляться с помощью директивного планирования, это может осуществляться в разных вариантах, с помощью индикативного планирования. И выбор варианта, это как раз и есть проявление стратегической культуры, потому что, Виктор Ильич, вы же хорошо знаете, индикативное планирование использовалось и используется во многих странах, Но далеко не единообразно Далеко не единообразно Ну даже там по характеру этих самых индикаторов Что касается агентства, ну я так скажу Я, по-моему, даже когда-то это вам говорил У меня есть ощущение, что сама При том, что да, опыт такой есть Что сама по себе, ну вот такая, как бы сказать Ориентация, давайте вот проблему Давайте создадим орган, который будет решать проблемы Это не то, чтобы неправильно, но это недостаточно Потому что все дело в том, а какой будет стратегическая культура этого органа Вот приведу пример Не так давно читал статью, она такая вполне разумная Которая говорилась, ну я так упрощаюсь сейчас Ну вот стратегические функции правительства передать САХБЕЗу Можно это сделать? В принципе можно Но это есть предпочтение, тут надо делать выбор Предпочтение безопасности перед экономическим развитием Вот вопрос, причем это надо обсуждать Может и надо предпочесть безопасность Может надо предпочесть какую-то более рискованную стратегию Это как раз на уровне стратегической культуры А не отдельных решений, в том числе решений о том, чтобы создать орган Потому что дальше возникает вопрос, а кто в нем будет работать И кто будет этот орган возглавлять От этого очень многое зависит Ну разумеется, но есть обширнейшая практика Повторю, стран самой разной культуры И на самом деле можно, наверное, правильно было бы сказать Что там, где вот эта система индикативного планирования С отдельным таким общим органом существовала Там во многих случаях действительно удавалось добиваться успеха Там, где этого не было Развивающиеся страны, я не знаю примера Где они были бы успешны Без этого, без такой системы Вот в всем делом Ну я хочу подчеркнуть, я же не спорю Я со всем этим согласен Я просто говорю, что это необходимо, но недостаточно Да? Конечно, это правда Можно, это даже, может быть, вопрос Скорее всего вопрос, Леонид Ильич Вот поскольку основные два термина, используемые сегодня Это культура и стратегическое планирование Я хотел бы обратить ваше внимание на Николая Васильевича Гоголя В поэме «Мертвые души» имеется диалог между помещиком Маниловым И будущим помещиком Чичиковым Чичиков предлагает продать ему «Мертвые души» А Манилов подмечает в стратегическом смысле А будет ли эта операция или, с позволения сказать, негация Соответствовать высшим интересам России То есть стратегии Является ли это примером стратегической культуры? Да, если бы Чичиков или, соответственно, Манилов Возглавил тот самый орган, о котором говорили Мы бы имели разную стратегическую культуру Ну, они, это были их личные, у нас очень стратегии Да, были бы разные При том, что они могли бы использовать одинаковые инструментарии Индикативного планирования Вот я о чем говорил Предложение Льва Ильича надо занести в протокол В отношении директора этого органа Это было предположение Естественно, да Это индикативно, это не директивно, я понимаю Спасибо, Дмитрий, ой, Сергей Дмитриевич Валентей Валентиновский университет Выступление Георгия Валентиновича Последнее выступление Борисовича Они натолкнули Мы все про литературу Это, напомню вам, «Войну и мир» Первая колонна марширует Вторая колонна марширует Это вопрос о стратегическом планировании А что касается культуры Вы понимаете, коллеги Когда у нас приказом сверху Было введено стратегическое планирование На муниципальном уровне То есть в деревне Ванюкино Где один колодец и две бабушки О какой культуре, о каком споре может идти речь У нас полная стратегическая бескультурия И этому просто надо учиться Эта культура утрачена за последние 30 лет Все остальное – это форс Что касается выступления Георгия Борисовича Георгий Борисович, я полностью согласен с тобой Но дело в том, что самый Менее всего исследованный объект Управления – это региональный уровень Вот анекдот с муниципалитетами Он является Пока выбор, к сожалению, Сергей Александрович ушел Он не дал мне соврать Мы с ним боролись в БАКе Против специальности Государственного муниципального управления И подготовили паспорт Экономия и муниципалитет В итоге экономия… То есть у нас не понимают, что такая специальность нужна Надо готовить специалистов В итоге вернулись Государственному муниципальному управлению Как кое породили политологи и юристы Поэтому, уважаемые коллеги Я обращаюсь Значит, я Когда Андрей Евгеньевич Попросил меня выступить с этой темой Я, конечно, с одной стороны Был очень рад Потому что эта специальность вошла Которая была инициирована В результате экономики Паспорт в социальных дивах Кстати, Дмитрий Алексеевич Не по нашей инициативе Я сам с удивлением увидел Когда это, естественно, поддержал Но дело в том, что Будучи 27 лет главным редактором Журнала «Федерализм» Я вижу Как резко сокращается Количество публикаций По этой тематике А, впрочем, И публикаций по тематике Муниципальной экономики Здесь Андрей Евгеньевич Меня загнал в угол Потому что возникает закономерный вопрос Зачем изучать то, чего нет Ну, вначале Несколько слов об истории Вопроса Как все это начиналось С 80-х годов стало понятно Что Та политика, которая осуществляется Она ведет к национальной катастрофе С одной стороны Осуществляется Как тогда называлось Демократизация общественных отношений С другой стороны Отношения в системе Федеральный центр Союзной республики Местное самоуправление Оставались премиумы В процессе демократизации Происходило ослабление Регулирующей роли центра То есть Центр Ослаблял Свои административные У него Выбивали из рук Административные Командные рычаги Управления Которые Сохранялись В том же объеме На уровне Союзных республик То есть Что начало Происходить Фактически Страна начала двигаться В сторону Конфедерации Это становилось Совершенно понятно И тогда В Институте экономики Возникла идея Что если мы хотим Что-то Профилопоставить Происходят Мы должны запустить Экономические Механизмы Которые будут Выстраивать Новую систему Отношения Между федеральным Центром И союзными Республиками Другого пути Мы не имеем То есть Понимая Что мы идем Конфедерации Мы исходили Из того Что Советский Союз Является Формальной Федерацией А формальные Федерации Образуются Только на основе Политического Компромисса Только на основе Соглашения Элит И поэтому Они никогда Не бывают Устойчивыми В то же время Необходимо Было двигаться На наш взгляд В направлении Реальной Федерации Реальную Федерацию Согласно Нашей концепции Состояла В том Что ее Формируют Некий Общественный Договор Между Экономически И политическими Экономически И политическими Активными Гражданами Тех государств И тех регионов Которые Хотят Объединиться То есть Если Формальную Федерацию Держит Соглашение Политических Элит То реальную Федерацию Единство Удерживает Экономический Интерес населения И активных Простите Граждан Которые В ней работают То есть Невыгодно Распадаться И Что Оставалось Делать В этой Ситуации Мы Столкнулись С Известным Противоречием О Которое Я вам Сейчас Сказал Нам Не Нужна Экономика Муниципальная Нам Не Нужно Это Сказать Заниматься Региональной Экономикой Потому Что У нас Есть Макроэкономика И микроэкономика Которые Все регулируют Дело В том Что Наши Оппоненты Считали Что Федерация Не Есть Проблематика А Проблематика Федеративных Отношений Тем Более Не Есть Предмет Экономической Науки И Вообще По большому Счету Их Позиции Имело Под Собой Ну Во-первых Тысячелетний Опыт Российской Империи Которая Никогда Не Была Федерация Как Был Когда Говорят О том Что Вы Знаете В Российской Империи Польша Была Так А Эмират Был Так И Тогда Финляндия Вообще Была Русским Работать Нельзя Было Давай Якобы Свободу Элитам И Будешь Себе Править Поэтому Естественно Это Первое Второе Если Брать Советский Союз Советский Союз Был Формальной Федерацией Потому Что Это Был Политический Союз Сдерживающийся КПСС Хотя Этой Глупости Не Сделал Китай Он Делал Экономические Реформы Не Изменяя Систему Национального Государственного Устройства Потому Что Тот Кто Допустим Читал Что-то О временах Мао Цзэдуна Понимает Что Единственный Человек Который Объединил Китай Это Мао Цзэдун Мао Цзэдун Это Не менее Многонациональная Страна Нежели Советский Союз Удерживая Вертикаль Власти Которые Обеспечили Партия Они Не дают Стоит Распадаться Видимо Наверное Еще Зучив Советского Союза Они Еще Больше Убедились В правоте Своей политики Итак Что Получается Далее На чем Основывались Позиции Наших Оппонентов Субъектность Союзных Республик Не вытекала Из их Экономического Потенциала То есть Субъект По большому Счету Мог быть Кто угодно Кстати В Российской Федерации Это Подкод Вообще Был извращен Автономные Республики В составе Российской Федерации Имели Свои Правительства А богатейшие Области Своего Правительства Не имеют Вследствие Этого Когда Началась Попытка Запустить Войну Суверенитета С Российской Федерацией Руководители Союзных Республик Говорили Ну мы В своем Праве А эти Области Куда Лезут Это Довольно Хитрая Схема Была И она Кстати Говоря Была Катастрофичной То что Россия Не развалилась Это Ну я должен Сказать честно Мы обязаны Путин Он удержал Ситуацию Потому что Придя В свой Донус Первый Мне говорили Товарищи Доработавший В аппарате Он сказал Что Я этих Баронов Региональных Удавлю Как Сказать Что у нас Было 82 Договора Между Чиновниками Федерального Центра И чиновниками Республик Их никто Не должен был Выполнять Они были Абсолютно Нелегитимны Двусторонние Договора Так называем Дальше Что еще Лежало Как формировалась Экономика Советского Союза Она формировалась Как единая Фабрика То есть Регионы Были цехами Единой Фабрики И В рамках Этой модели Управлением Регионами А по сути дела Осуществляли Министерство И ведомства И наконец Последний элемент Все время Все время Практически За исключением Совнархозов Ведущих Но после этого Госприхлопных Кстати говоря Очень интересно Было Кто знает Историю Совнархозов Вначале Их нарезали А потом Они естественным Путем Начали объединяться Когда у них Возник экономический Интерес Объединения Поэтому Если совнархозы Бы работали И дальше Неизвестно Чем Плохим Это точно Но это моя И следующая Это матрешечная Структура Матрешечное Понимание Экономического Пространства России Большой матрешки Советский Союз Находились Маленькие матрешки Союзной Республики В них находились Еще меньшие матрешки И так далее И так далее В итоге Что у нас Получалось Что фактически Оппоненты Доказывали Вот вам Идеальная система Управления Страной И не надо Ничего менять Хотя доходило До абсурда Вот Евгений Моисеевич В Литвеву Или я был один В ЦК их Значит Мы один говорим Сергей Ильич Ну это же Абсурд Полнейший Мы должны Ехать в Москву Для того Чтобы утвердить Рецепт торта Начиналось Вот это С рецепта торта Закончилось Расправ Поэтому Вот В управлении Стратегическом Не бывает Ни ночи Наша модель Наша идея Сводилась Что модель Нежизнеспособна И что нужно Формируя Да Почему Выбрали Федеративные Государства Модель Федеративного Государства Не унитарного Потому что Все считали Что СССР Какое-никакое Федеративное Государство А выдвинуть Идею Давайте Создадим Унитарное Государство Это значит Было Тескать Реализация Ну Привести к революции Это было Совершенно А чей Системообразующим Фактором Который Из которого Мы исходили Базовым Принципом На котором Мы строились Это то Что федерация Должна Реально Строиться На основных Экономических Принципах Первым И базовым Принципом Является Равенство Прав Субъектов Федерации И федерации В рамках Их предметов Ведения Вот здесь Тонкость Предмет Ведения Это не полномочия Предметами Ведения Назначаются Подчиненные А федерация В отличие И в унитарном Государстве То же самое Федерация Строится По совершенной Иному принципу Вначале Те кто Входят В федерацию Неважно Идет ли Выстраивание Сверху Или внизу Они делят Полномочия Между собой За что Отвечает Федерация И за что Отвечает Субъект Допустим Субъект Отвечает За здравоохранение Федерация Отвечает За оборот После этого Идет Выработка Определяется Экономическое Обеспечение Здесь два На момент Это Налоговооблагаемая База И объекты Собственности Которые позволяют Эту задачу Решить Эти свои Предметы Ведения Реализовать И только После этого Формируется Нормативно Правовая база По обеспечению Этих объектов По обеспечению Этих предметов В унитарном государстве Наоборот Вначале Нормативная база Потом определяется Чем ты руководишь И потом тебе Передаются Полномочия Франция Классический пример Когда в свое время Правительство Франции Начало Наделять Муниципалитеты Большими полномочиями Они взвыли И начали Зачем Мы не хотим Мы привыкли работать В этой системе Мы не хотим Быть самостоятельными Это особенная модель Чем Обеспечиваются Эти базовые Этот базовый принцип Первое Это то что Полномочия Федерации Субъекта Это охватывает Только те сферы Которые они могут Реализовать По сути дела Это принцип Субсидиарности Выжестоящий орган Принимает Только тем Подо себя Функции Которые Не может Реализовать Нежестоящие То есть Здесь работает Двухуровная Система Государственного управления Классический Пример Вот который Сейчас был В США Когда губернатор В США Начал проводить Жесточайшую политику По отношению К мигрантам И что бы ни говорил Президент Соединенных Штатов Америки Он ему не подчинился И президент Подчинился В воле губернатора И начал Расселять Мигрантов По всем штатам Вот это Классический Пример Двухуровная Система Государственного управления И разделение Полнокомпетенции Следующий Реализуется Экономический Принцип Самодостаточности То есть Субъектом Федерации Может быть Только тот Та страна Или регион Которая Может обеспечить Экономически Каждодневные Потребности Своего населения Не может Обеспечить Она может Войти В состав Федерации Но на права Ассоциированного Член То есть Не обладающие Правами Субъекта Федерации А подчиняющие Непосредственно Федеральному Центру В результате Это обеспечивает Модель Это обеспечивает Невозможность Равных Прав Неравных В экономическом Отношении Партнеров Опять-таки Классический Пример Созданное Деголем Объединение На территории Европы На чем Она базировалась На объединении Стран Экономически Равных И все Было Хорошо Но как Только туда Вошла Румыния И так далее И так далее То есть Экономически Неравные Партнеры В ЕС Начался Раздрайв Они не равны Друг другу Экономически Но они равны Друг другу Политически То есть Если вначале Мы говорили Что ЕС Двигается В сторону Как Говорил Троцкий Европа Штатов Соединенные Штаты Европы Фактически Федерация То сейчас Она движется В сторону Конфедерации Это совершенно Очевидно Это понятно Вот И последний Следующий принцип Это два уровня Государственной Собственности И наконец Горизонтальная А не вертикальная Как в университетном Государстве Модель Межбюджетных Отношений То есть Под имеющиеся Предметы Ведения Должна быть Соответствующая Налоговая Облагаемая База Как я говорил И Соответствующая Обеспеченность Объекта Ее собственное Ни один Из этих Принципов СССР Не реализовывался И ни один Из этих Принципов Не реализуется В Российской Федерации Во-первых Значительная Часть Субъектов Российской Федерации У нас Экономически Несамодостаточно Во-вторых Органы Исполнительные Законодательные Власти Субъектов Российской Федерации По сути дела Выступают В роли Директоров Заводов Потому что Реально Собственностью На территории Субъектов Федерации Располагают Крупнейшие Компании И они Определяют Политику Региона То есть Не федеральный Центр А они И они Ведут Переговоры С федеральным Центром В-третьих Реализуется Унитарная Модель Межбюджетных Отношений Которая Оправдала В свое время Во время Кризиса Когда Выровняют Ситуацию Чтобы Не было Социального Взрыва Но когда Ситуацию Выровняют Она Осталась Той же Самой Политику Межбюджетных Отношений У нас Сегодня Определяет Минфин А он Определяет Экономическую Стратегию Не Сбербах А он Определяет А бухгалтер По психологии Своей Не Приспособлен К тому Что он должен Думать на перспективу Задача Государева Держать казну И никому Не давать денег Вот у нас был Главбух Прихановки И как зайдешь Ковер Она сразу Начала Денег нет Вот это Хороший Министр Финансов У нас тоже А если Денег нет У нас тоже Денег нет Но главбух Не Табличка Просто Чтобы лишний раз Не Твориться Да Да Штанок Нет Тогда Не стоит ли Признать Все-таки Очевидно Что мы Движемся В сторону Монитарного Государства Все о чем Я говорил Федеративная Экономика Федеративных Отношений Это чистый Академизм Но я бы не стал Быть Столь категоричен Дело в том Что это направление Шире Чем Собственно Создание Федеративного Государства Предметом Исследования Экономик Федеративных Обношений Сейчас Я привел Как одно из Направлений Международные Союзы Является Взаимодействие Межрегиональные Взаимодействия Взаимодействия Центра и регионов Сложно устроено Государство Пространство Сложно устроено Государство Которым является Российская Федерация То есть Совершенно очевидно Вот Слые исследования Которые мы в институте Экономики Проводили Сейчас совместно С институтом Экономики И с самим Проводим Показывают Три очевидные Вещи Во-первых В России Существует Несколько Типов Региональных Экономик Тыва И Брянская Область Ну это же понятно Второе При всем Уважении Второе Ряд регионов Пока не способен Решить Проблемы Своего развития За счет Собственных Экономик Более того Последние исследования Прошлого Двух И последних лет И сейчас Мы завершаем его Надеюсь К апрелю Это будет Показало Что за весь Временной Период Не удалось Найти выраженные Связи Между уровнем Хозяйственной Активности И качеством Социальной Среды То есть Фактически Качество Социальной Среды Не зависит От хозяйственной Активности Государственных Регионов Если В период Ковида Когда Правительство Вбрасывало Очень большие Финансовые Ресурсы Для поддержки Социальной Сферы Там Социальные Сферы Начали Выравниваться То Когда Следующий В этот Период Оно Начало Вкладывать Деньги В хозяйственную Пункность Уменьшая Вложения В социальную Сферу И все Началось Наоборот Социальная Сфера Начала Приседать И разделяться Это Достаточно Серьезный Вопрос Проблема Состоит В том Что У нас Нет Основы Внутри Субъектов Федерации Для начала Процесса Выравнивания Социального Экономического Развития А это Невозможно Если не Будет Осуществлена Децентрализация Региональной Политики И Руководство Субъектов Федерации Не окажется Заинтересованным В развитии Своих Собственных Экономик Неважно Куда Пойдет Российская Федерация Пойдет ли Она В направлении Реальной Федерации Или У нас Будет Просто Децентрализация Системы Государственного Управления Регионального Органа Но Все Это Предмет Исследования Экономических И федеративных Отложений И Всеми Этими Вопросами Мы Практически Не Занимаемся А О стратегических Органах Я вообще Не говорю Они Вообще Этот Вопрос Не Развит И Те Программы Вот О которых Мы Говорили Если Мы Сошлемся Но Это Жиродать Хочется Такие Заклады Помните Как Они Предложили Программу Рационального Размещения Производительных Сил Где Бизнес Никогда Не Пойдет Откуда Вы Решили Что Там Будет Построен Этот Завод Нет И Министерстве Захотелось Только Ленивый Не Критиковал Министерство Экономики За Стратегию Пространственного Развития Провели В Недавнем Заседании В Совете Федерации Зам Министра Экономики Покаялся Публично И Сказал Что Знаете Все Так Поэтому В завершении Что я Хочу Сказать Да У меня Дреба Заканчивается Нам Нужна Разработка Стратегии Пространственного Развития Предполагающей Отказ От Егенообразной Модели Региональной Политики Разработка И ноль Нежели Сегодня Распределительно Перераспределитель Системы Бежбюджетных Отношений Я об этом Много раз Говорил Эта система Такова Что Богатому Невыгодно Потому что Отберут Работать А бедного Потому что Дадут И Наконец Нам Нужна Нормативная Правовая База Защищающая Руководство Субъекта Федерации От Произвола Министерства Ведов И дающая Ему Свободу В решении Региональных Ну конечно Не всех А в рамках Общей стратегии Задачи Которые Стоят Перед Экономикой Тогда Экономический Рост Будет Обеспечен Иначе У нас Будет Айсберги Отдельные Которые Будут Вот сейчас Пошел Военный Промышленный Комплекс Пик Поднимется Упадет Военный Промышленный Комплекс Регион Ляп Так что Вот Спасибо Спасибо Сергей Звездорович Да Мне Сергей Дмитрий Очень Близко Очень На уровне Его культуры То что вы говорите На уровне Стратегического Выбора Но я бы Вот о чем Хотел спросить Мне Представляется Что Как раз То Что Мы Ну называя Вещи Своими именами Сейчас Когда губернаторы Реально Назначаются Когда Контроль Над выборами Заксобрания Есть Что мы Имеем При всех Недостатках В этой ситуации Уникальную Возможность Разграничить Ну там Надо Искать Слова Проблемы Политического Правового Федерализма С одной Стороны Экономического С другой Они Естественным Образом Соединены Потому что Ну если Федерация То федерация Но вы Абсолютно Правы Тогда надо Нести ответственность За самообеспечение Там Все такое А вот Почему Вы знаете Мне пришлось Я не помню Участвовали вы в этом Мне пришлось Довольно плотно В начале 2000-х Участвовать В работе По распределению Полномочий Вот это все такое В принципе Не ставился Вопрос О возможности Асимметричного Распределения Хотя уже Достаточно жесткая Была власть Но подразумевалось Что это нельзя Да Я к чему веду Я так неаккуратно Выражусь Политически Вроде как Все единообразно Да потому что Все равно Любому губернатору Приказать извините Можно Вот А экономически Это вроде Другая история Потому что Без разведения Этих вещей Ну я с вами Не согласен Я с вами Во-первых Первое Сегодня Модель Асимметричная И не только сегодня Все эти годы Реализуются Реально Деньги Вот именно Поэтому Потому что Она реализуется Подспудно Мы не знаем Тому ли дают То есть У нас сегодня Дают Не на развитие Экономики Допустим Региона Которая обеспечит Экономический рост А на решение Социальных задач Хорошо Проели Дальше Это первое Второе Не согласен Вот я в чем Нельзя Нормативно-правовую базу Отделить от экономической Вот именно сейчас У нас так и происходит У нас есть некая Нормативная база Есть экономика Ну вы вспомнили Советский Союз Пожалуйста Был ЦК КПСС Который определял Политика Определяла экономику Сегодня то же самое И нормативная база Под это подстроена Вся Нельзя отделить Поэтому в свое время Вот у Таилы Илона Хабриева Мы создали Центр Экономика Правовых проблем Нельзя отделить Право от экономики И вот когда мы С Евгением Исеевичем Сколько лет занимаемся Мы всегда смотрим Это в контексте Более того Все проекты на листах Которые мы получали Для реализации Заказы от регионов Мы получали Именно потому Что мы рассматривали Две стороны Видали С одной стороны Экономика С другой стороны Ее правовое обеспечение Я имею ввиду Я хочу затягивать Следующее Вот первый пункт О котором вы сказали Это вообще На что дают Это вопрос Не федеративного устройства Это как раз вопрос Трогического планирования Целеполагания Могут на одно Другое давайте Будет бюджет Говорю из этого Как из факта А зачем Просто вопрос Другого совершенно Продолжая Вот смотрите Его сегодня назначили От завтра От того Насколько он лоялен Ему дадут деньги Или не дадут деньги Вот и все Причем лоялен Не верховной власти А лоялен министерству У него нет Достаточно Налогооблагаемой базы Для решения Экономических И нет объектов Собственности Причем Сила реальной федерации У меня есть деньги И у меня есть собственность Ты со мной Ничего не сделаешь Вот и все А все остальное А теперь я хочу дать Спасибо Спасибо коллеги Ну на самом деле Очень интересная дискуссия И у меня вот Какой возник Наверное Может быть вопрос А вот Когда мы обсуждали С вами специальность БМО Принимать или нет Это не был ли предмет Тоже стратегической культуры То есть У каждого Свой круг интересов Я например Ждала эту специальность Для меня она была подарком Знаете Я бы паспорт с хорошим сделала Знаю Я просто знаю Я к нему имела Тоже отношение некое Но я хочу сказать Что круг вопросов Например Которым занимаются Коллеги моего центра А можно Да Митя Да На самом деле Он впервые Стал формализован В этой паспорте Специальность Наверное Потому что с тех пор Как я защитила докторскую Весь круг Этих макроэкономических проблем Который был связан С государственным управлением Он просто ушел И непонятно было как То ли по теории То ли как защищаться Поэтому видимо Да Стратегической культуры Я не знаю Олег Ильич Может все-таки Это зависит От приоритетности интересов Может это опять интересы Разных субъектов В первую очередь Да Это определяет Как бы Да Я же об этом говорил Но она не сводима к интересам Но она Синтез многого Точный интерес И второе То что очень прозвучало Для меня сейчас было важно Вы знаете Уже несколько было выступлений Это говорят о влиянии политики На экономику Я бы сказала О влиянии политики На управление Когда я думала О докладе Вообще какой подготовить На эту конференцию Которая посвящена В общем-то науке И истории современности Я думала о том Что наверное По управлению Государственному управлению Можно сделать Очень большой анализ Но на глубокий анализ Времени не хватит А на общий анализ Может быть не так интересно Потому что это было И на пленарке И здесь выступали И я выбрала другой путь О котором говорил В общем-то Георгий Борисович Не знаю Насколько это интересно Я попробовала посмотреть Как меняется Экономическая мысль Ведь Георгий Борисович Вы сказали Что нужно менять Мировоззрение И нужно вообще-то Менять экономическую мысль Вот я попробовала Посмотреть В своей работе Мы с этими занимаемся Да Но я хотела посмотреть Как меняется Экономическая мысль По отношению вообще К теории управления Право-лево Мить А почему Не работает Дело в том Что Экономическая мысль Развивается в рамках Каких-то концептуальных школ Парадигм И сейчас мы сталкиваемся С тем Что школы Которые формировались В общем-то Школы государственного управления Я не буду говорить Про притечи этих школ Про камеральные науки Про правление Я начну С той школы Американской школы Которая в общем-то И дала начало Собственно Науке Государственного управления И вот что важно Что здесь звучало Что было важно Вот в той работе Фундаментальной Которой тогда Публиковал 28-й президент США Вильсон Это наука Государственного управления Он впервые сказал о том Что должны быть В государственном управлении Выделены функции Политики И администрирования И что Самый главный принцип О чем он говорил Кстати Это его работа Я ее тут перечитала Ей уже столько Больше века Она очень актуальна Он говорил Что Всегда должен быть Баланс Между интересами Этих двух направлений И должен быть Этот баланс Каким-то образом Обеспечивать Вот с его точки зрения Он предполагал Что баланс Между этими интересами И влиянием Одной сферы На другую Может достигаться За счет Демократических процедур В дальнейшем Школа развивалась Появлялись Прикладные практики И в принципе Конечно В большей степени Фокус Вот И В работах Вебера И в дальнейших Работах И уже Научного менеджмента В теории Они шли по пути Именно Повышения Эффективности Все-таки Второй части Именно части Вот этого Государственного Администрирования Как построить Как развивать Инструменты Операционные инструменты Я не буду На этом останавливаться Все прекрасно Хорошо знают Эту теорию Но Интересно Что Где-то Вот После Второй Мировой войны Началось Переосмысление На Западе Началась Так называемая Критическая Переоценка Или самооценка И впервые Прозвучало Что Нельзя Как бы Весь фокус Того Что повышение Эффективности Госуправления Именно в сфере Как бы Администрирования Что важна И сфера Политической Власти Потому что Там впервые Прозвучало Принимаются Решения Цели И ставятся Задачи Которые Собственно Потом Уже Администрирование Бюрократия Реализует И тоже Как бы Было Разработано Вы это знаете Известно Различные Модели Принятия Решений Обсуждались Но Где-то К 70-80 Годам Прошлого Века Наступил Такой Определенный Кризис Были Приведены Ряд Реформ И В общем-то Школа Западная Школа Именно Она Школа Теоретического Государственного Управления Она пошла По пути Переосмысления Вообще Всех Снова Фундаментальных Норм Переосмысления Вот этой Балансировки Влияния Политики На собственно Говоря Администрирование И Зародился Так Скажем Вы все Тоже Знаете Эту теорию Новое Государственное Управление Новый Публичный Сначала Менеджмент В чем Он заключался Он заключался В том Что была Попытка Отделить В общем-то Политическое Влияние Внести Рыночные Инструменты Вообще В систему Государственного Управления Таким образом Повысить Ее Эффективность Но Опять же Это Достаточно Известная Концепция Не буду Останавливаться Это Как такие Этапы Перешли К другой Пошли Дальше И Получило Развитие Уже Новое Публичное Управление Когда Встал Вопрос О том Что Та модель Которая Есть Не отвечает Ни социальным Запросам Общества Не отвечает Новым Складывающимся В системе Управления Когда Мы Пошли По Политическим Реформам В 90-х Годах Надо Сказать Что Была Достаточно Серьезная Ситуация Потому Что Был Кризис Государственного Управления Все Прекрасно Знаю Академическая Наука Много Этим Занималась И Вот Те Реформы Они Были В первую Очередь Направлены На смену Именно Идеологических И политических Ориентиров А собственно Говоря Адекватной Концепции Государственного Управления Выстроено Не было Мы знаем Что Это был Очень серьезный Кризис Огромное Количество Работ Академических И института Экономики Было Посвящено Именно Проблемам Преодоления Этого Кризиса Но В целом В начале Уже Нынешнего Века Подошли К такому Ситуации Когда Речь Шла О том Что Экономика Становилась Неуправляемая И Тогда Был Принят Такое Решение Серьезное О очень Крупной Административной Реформе И вот Концепция Почему я Посмотрела Развитие Именно Просто Так Схематично Зарубежной Школы Концепция Была Принята Западная Была Именно Трансплантирована Полностью Концепция Реформы В рамках Нового Публичного Менеджмента И надо Сказать Что Конечно Вот эти Реформы Об этом Можно говорить Очень долго Это и Создание Агентств Выделение Министерств Системы Контроля Реформы Эти Оказались Неэффективными Система У нас Не заработана Реформа Не была Завершена До конца Есть Очень Хорошие Работы Моих Коллег Андрей Евгеньевич Городецкого Как раз О результатах Этих Реформ Я не буду Тоже подробно На этом Останавливаться Они Известны Но Пришло Понимание Того Что Вот эта Система Западной Концепции У нас Не работает И Надо Сказать Что Тогда Появился Ряд Фундаментальных Работ Которые В общем-то Анализировали Причины Почему Именно Трансплантация Этих Институтов Не сработала Почему Как раз Та культура Которая Говорила Федорович У нас Не приняла Эти институты И Почему Это привело К определенным Управленческим Провалам И результатам Я хочу Сказать Что данной Проблеме Конечно Был посвящен Большой Пласт Исследований И И даже Кого-то Выделять Сложно Скажу Только Что Те Коллеги Которые Сегодня Присутствуют У них У всех Были Работы Посвященные Реформам И Здесь Конечно Надо Выделить Работы И Виктору Мерча Именно Они Были Посвящены Тогда Анализу Почему У нас Трансплантация Институтов Зарубежных Эффективных Концепция Не работалась Это была Целая Огромная Теория Которая Вышла Много Работ По Институциональным Реформам И Хочу Скать Что В институте Экономики В тот Период Тоже Был Достаточно Большой Пласт Работ Это Я сейчас Хочу Такой Отсыл Все-таки К теме Нашей Трехсотлетия Академии Наук И В принципе Было Даже Таких Два Выделено Тогда Борис Захарович Милнер Два Направления У нас Это Реформы Управления Управления Реформ Так и Говорили Реформы Управления Это И работы Леонида Ивановича Балкина И это Были Работы Самого Бориса Захаровича Милнера В чем Была Суть Если Говорить Новизна Например О чем Говорил Миллер Дело В том Что Государство В тот Момент Оно Столкнулось Не только С тем Что Не было Адекватных Институтов Оно Столкнулось Совершенно С новыми Вызовами Например Мы Говорим О собственности Появилась Частная Собственность Но осталась Государственная Собственность И Уже Те Методы Инструменты Которые Были Управления Они По отношению К Государственной Собственности В рыночной Среде Не работали Поэтому В общем Достаточно Большой Пласт Работ Был И у Георгия Борисовича И у Бориса Захаровича Посвященный Корпоративной Экономике Посвященным Новым Корпоративным Структурам Посвященным Каким Образом Государство Можно Участвовать Вот в этом Корпоративном Управлении Если оно Владеет Акцием Надо сказать Что это Было Совершенно Новое Так сказать Новое Направление Исследование Это был Новый Вызов И для Государственного Управления Что касается Современной Ситуации Если мы Говорим О будущем И о эволюции Вообще Теории Государственного Управления То конечно Сейчас мы Имеем Совершенно Другие Вызовы О том Что Вообще Модель Государственного Управления Находится Сейчас Скажем так В переосмыслении В поиске Об этом говорят Это и все зарубежные Школы И причем Это связано И с пересмыслением Вообще Роли Государства В современной Экономике В современном Обществе Вышло Очень много Работ Которые Рассматривают Расширенное Понимание Государства В том числе Работы Наших Коллег Под Под руководством Александра Рубинштейна Это экономическая Теория Государства И Гринберга И Городецкого Таун Это Все наши Коллеги участвовали Именно в разработке Нового понимания Роли Государства Расширенного Понимания Государства Расширения Функций Государства И несколько Другой Роли Государства Вообще В современном Мире Я хочу Сказать Расширенное Понимание Государства Оно Сейчас Присутствует И в Общем-то В зарубежной Теоретической Мысли С чем Это связано Откуда Такое Пересмысление По сути Вот эти Глобальные Вызовы Технологического Характера Они Поставили Перед Государством Задачи Вот сегодня Говорилось Об инновационном Развитии Технологии Новые технологии Они требуют Совершенно Других Инвестиций Вложений И частный Бизнес Ну Наверное За исключением Такого Как у Маска Деньги Он Не может Всегда Сам Решать Эти Вопросы Поэтому Вот Мацуката Например У нее Вышла Книга Которая Сейчас Является Одной Из самых Популярных Это Предпринимательское Государство Она Пишет О том Что Государство Должно Осваивать Новую Функцию Оно Должно Как бы Становиться Предпринимателем Потому Что Те Риски Которые Сейчас Несут Как бы Инвесторы Вкладываясь Вот в эту Новую Технологию Частный Бизнес Эти риски Не может Так сказать На себя Вложить Это Должно Делать Государство Также Очень важно Что Совершенно Другие Пошли Социальные Процессы В обществе Меняется Характер Отношений Между Государством И обществом Меняется Характер Социальных Отношений Дело В том Что Те Платформы Которые Появляются Цифровая Среда Она Создает Совершенно Другие Возможности Для Социальных Коммуникаций Для Объединения Социума В различные Платформы И в принципе Для лоббирования Своих Интересов Я хочу Сказать Что Вот Эти Глобальные Вызовы Они Очень Серьезно Рассматриваются В зарубежной Теоретической Экономической Литературе И Литературе Посвященной Именно Проблемам Государственного Управления И Выход Как видит Например Зарубежная Теоретическая Мысль Видит В общем В переходе Вот Концепты Государственного Управления К диалогу И сотрудничеству Надо сказать Что этому Было Посвящено Достаточно Много Дискуссий И Надо сказать Что результатом Этих Дискуссий Стал Доклад Семерного Банка 2017 Года Посвященный Как раз Проблемам Государственного Управления Где Ну скажем так Выводом Одним из таких Положений Был вывод О том Что вообще Эффективность Государственного Управления И эффективность Управленческих Решений В значительной Мере будет Зависеть от того Кто присутствует За столом Переговоров А кто нет И за столом Переговоров Видят Представителей Бизнеса Государства То бишь Власти Публичной Власти И Именно Институты Гражданского Общества Общества Надо сказать Что вот этот Вот подход Принцип Коллективного Управления Он конечно Сейчас еще Не отработан Не выработан Четких Механизмов Которые бы Позволили Принимать Ну такие Управленческие Решения Но этот Тренд Точно Задан Он Прослеживается В работах Всех Современных Надо сказать Даже Политиков Хочу Сказать Что сегодня Тоже Говорилось О важности Междисциплинарных Исследований Вот в Настоящее И время Именно Вот С точки Зрения Разработки Новой Модели Государственного Управления Скажем Так Новой Парадигмы Заинтересованы И политики И социологи Но и Государственной Власти Экономисты Поэтому Вот это Формирование Сейчас Междисциплинарных Исследований Оно Получает Достаточно Широкое Распространение И хочу Скать Что у Нас Тоже Вот Буквально По-моему 12 Или 13 Апреля Да Будет Конференция В Академии Народного Хозяйства Они проводят Такой Международный Форум Который Будет Посвящен Именно Ну что ли Переосмыслению Концепции Государственного Управления Разработки Модели И там Участвуют И философы И политики И социологи То есть Это такой Общий Тренд То есть Общий Тренд Речь идет О В общем Разработке Такой Системы Такой Платформы Институтов Да В рамках Государственного Управления Которая бы Позволила Принимать Именно Коллективные Управленческие Решения На основе Участия Широкого Круга Заинтересованных Сторон Надо сказать Что этот Тренд Конечно Только Формируется Ну и В общем На основе Скажем так Большого Достаточно Анализа Литературы Зарубежной Нашей Мы выделили Такие контуры Основные Как бы Принципы И направления Развития Модели Ну скажем Что это может быть Будущее Это стратегическое Будущее Но Очень активно Развивающийся Тренд И за рубежом В экономической И теоретической Мысли И у нас Но во-первых Эта модель Будет Публичная Модель Публичного Государственного Управления В данном Контексте Термин Публичный Употребляется Именно в значении Открытой Организованной Для общества И Публичная Модель Будет Характеризовать Что это управление Которое Организовано И действует С участием Общества И в интересах Общества Второе Конечно Это такой Комплексный Подход к цифровизации Управления И надо сказать Что здесь У нас тоже Есть Я по-моему Раскочила Нет Да Здесь у нас Есть Тоже Сотрудничество И с университетской Наукой Я хочу сказать Что в высшей Школе Экономики Есть лаборатория Которая Занимается Цифровизацией Это международная Лаборатория Именно Цифровизация Государственного Управления И вот этот Комплексный Подход Все его Аспекты Развития Цифровых Форм И технологий Возможности Обратной Связи Они Очень Прорабатывают На уровне Механизмов Инструментов И в общем Соответствующих Формирования Соответствующих Институтов Ну Это Конечно Организация Системы Такой Координации И взаимодействия Между всеми Заинтересованными Сторонами Что Наверное Представляется Наиболее Сложно Я хочу Сказать Что В принципе Вот концепция Которая Сказала Которая Получает Дальнейшее Развитие Это концепция Нового Государственного Управления Вот После Всех Разработок Именно Коллективных Подходов К организации Модели Госуправления Сейчас Видят Дальнейшее Развитие Вот этой Новой Концепции Государственного Управления Как концепции Демократического Коллективного Управления То есть Основной Тренд Видится Вот В такой Стратегии Развития Ну Конечно Как я Говорила Основные Проблемы Здесь Возникают Возможности Подходов Каким Образом Нам Достигнуть Чтобы Работали Институты И механизмы Которые Обеспечивали Эффективность Или Возможность Компровиз Вот этих Управленческих Решений И здесь Я вернусь Вот К первой Работе Да Которая Положила Так сказать Начало Вообще Все теории Государственного Управления О Возможности Баланса Интересов За счет Демократических Институтов И если Там Предполагалось Что это Демократические Институты Выборности То В нашем Случае Сейчас Есть уже Концепция Которая Была Разработана Коллаборативной Демократии Виктора Полтеровича В рамках Которой Рассматриваются Возможные Уже Механизмы И Будут Создаваться Условия Для Именно Замены Механизмов Конкуренции Института Института Медиология И Надо Сказать Что В работах Виктора Межича Он Рассматривает Вот Именно Возможности Взаимодействия И Сотрудничества Как Единственное Ну или Одно Из Эффективных Стратегий Дальнейшего Развития И Надо Сказать Что Конечно Эти Механизмы Еще Не Отработаны И Говорить О том Что Они Нам Позволят Избежать Ошибочность Каких-то Решений Возможности Мы Вряд ли Можем Сказать Что Это Единственное Правильное Решение Но Эти Механизмы Сотрудничества И Взаимодействия Привлечения Широкого Круга Заинтересованных Так Сказать Сторон Именно К Принятию Решений Они Позволят Нам Ну Уменьшить Что Ли Риски Неправильных Решений Особенно При Целеполагании Я Хочу Сказать Что У нас Есть И Конечно Практические Исследования Посвященные Вот этой Новой Концепции Скажу Кратко Что Мы Рассматривали Ту Платформу Публичных Институтов Которая Есть В России Которая Обеспечивает Именно Взаимодействие Или Должна Обеспечивать Взаимодействие Государства И общества Принятие Управленческих Решений Мы Опубликовали Результаты Этих Исследований И Хочу Сказать Что В принципе Конечно Институты Которые У нас Публичные Которые Гражданского Общества Они В общем-то Регулируются Государством Они Определяются Функции Даже Состав И целевой Установки У этих Институтов И В общем-то При том Что Формально Они Наделены Достаточно Серьезными Компетенциями С точки Зрения Например Осуществления Контроля Фактически Влиять Они Могут Предлагать Своё Мнение Но Влиять На Принятие Решений Они Не Могут То есть Их Мнение Например То же Самое Общественной Палаты Оно Обладают Задачами Целями Полномочиями А фактически На принятие Управленческих Решений Они Не Влияют Ну И Актуальности Темы Я хочу Просто вам Привести Вот такой Кейс Который Я Совсем Недавно Нашла Так сказать Смотря Как раз Работы По Публичному Управлению Это Вот Сейчас Каждое Государство Которое Развивается И переходит Как бы К принципам Устойчивого Развития Оно Обязано Быть Прозрачным Публичным Есть Определенные Требования И Естественно Оно Должно Публиковать Информацию Так вот Правительство Бразилии Оно Публиковало План действий По открытости Государства Вот на 2023-2027 Год Что для меня Было Интересно И там План Достаточно Большой Я взяла Только Несколько Оттуда Моментов Что Например Вот в 2023-м Попытались Скажем так И показали Что вот Процедура Типаторного Планирования Которая у нас Получила У нас Бюджетирование Только как раз На муниципальном Уровне И то не получила Должного развития Она использовалась Достаточно Фрагментарно Хотя я знаю Вот на РЭКе У нас был Такой доклад Рассказывала Одна из коллег Что у них Все-таки Это работает Так вот Они эти принципы Да Участие граждан В принятии Решений Они теперь Его что ли Прерыв Используют Полноценно Именно при разработке Долгосрочных Государственных Программ То есть Речь идет о том Что уже граждане Или институты Скажем так Соответствующие Публичные Они участвуют Именно В стратегическом Планировании Потому что это Долгосрочные Программы Ну дальше Вот у них Расширение Определенных Институтов И платформ Которые обеспечивают Как раз Участие граждан И прозрачность И они создали Такой офис По социальному Участию Препрезиденты Именно Социальным Участием То есть Возможности Граждан Участвовать Тоже В принятии Решений Я хочу Скать Что возможно Это звучит Все Вы знаете Как академическое Действительно Направление Мысли Даже когда Мы впервые Обсуждали Основные Положения Доклада Просто сейчас Очень кратко У нас Расширенный Доклад Мне сказали Что Ну это Прям почти Социализм И какая-то Да Но Я хочу Сказать Что Именно Этот вектор Развития В настоящее Время Является Основным В сфере Как бы Именно Теории Государственного Управления В большей части Зарубежных Стран И развитых И развивающихся Что привела Например Брик Стран И то есть На наш взгляд То есть Те вызовы Которые Те проблемы Которые сейчас Встают В общем-то Перед государством Перед странами Они Не оставляют Иного Выбора Кроме Привлечения Достаточно Широкого Круга Участников Гражданского Общества К проблемам И целеполагания И к проблемам Принятия Реализации Управленческих Решений Ну вот Общий контур Такой Спасибо Спасибо Ну я предлагаю Сейчас дать Слово Евгению Моисеевичу А потом Значит Если есть Желание Большую Дискуссию Строить Если Есть Какие-то Вопросы Мы можем Это Светить Этому Пожалуйста Я бы хотел Своё выступление Построить Как некое Лаверды По отношению К тому Что говорил Сергей Ильич С бокалом Надо Ну попробуй Ну значит Я хотел Обоколуч Да Того Что В конце Восьмидесятых Начале Девяностых Годов На фоне Очевидной Востребованности Данного Направления Исследований И практических Разработок По инициативе Сергея Дмитриевича Под его Руководством Была создана Научная Группа А затем Сектор Проблем Регионального Рукова Расчёта Ну тема Конечно Такая Достаточно На первых Дяд Узкая Но и Задачи Пока Оставились Довольно Ограниченные В том Чтобы Попытаться Нащупать И абробировать Какие-то Механизмы Стимулирования Регионального И муниципального Звена Управления За счёт Некоторых Номаций Системы Мехбюджетных Отношений В частности С использованием Так называемой Одноканальной Системы Передачи Финансов По вертикали Ну это Так называемый Нарфаминский Эксперимент О котором В газетах Писали Спасибо В общем Вот В чём Ценность Этой работы В том Что она показала Мелочными Поправками Техническими Конечно Крупные Задачи Проблем Регионального Развития Не решить Что необходимо Обращаться К более таким Сложным Глубоким Вопросам В частности На проработку Экономико Новаций Экономико Механизмов Федеративных Отношений Вот И Был Создан Центр Социально-экономических Проблем Федерализма Которым С 13 года Руководился Генгей В настоящее время Вот Ваш Покорный Слуга Где Системно Рассматривались Вопросы Реформирования Федеративных Отношений Регионального Развития Государственной Региональной Политики Местного Самоуправления Ну Была в частности Выдана такая Оригинальная И актуальная На тот момент Идея Федерализации Реформы Которая Состояла В том Чтобы Усилить Позиции И Заинтересованность Субфедерального Звена Управления В осуществлении Реформ Получения На основе Каких-то Важных Хозяйственных И социальных Результатов Важных Для Развития Территории Ну И Сюда же Так сказать Мы постоянно Мыслить О необходимости Децентрализации Управления Ну У нас Это Излучало Идея Многократно В нашей истории Даже При президенте Медведеве Вот И потом Но Ясно Что Все реформы Государственного Федеративного Типа Не будут Эффективны Без качественного Изменения Всей систем Социально-экономического Взаимодействия Федерации Субъектов Институтов Местного Самоуправления Поэтому Уделялось Очень много Вопросам Реформирования Отношений Собственности Межбюджетных Отношений Согласования Федеральных Региональных И локальных Развития Поддержки Малого Предпринимательства И так далее То есть Было очень много Так сказать Мне кажется Интересных Идей Но Нифья Не получили Так сказать Развитие В частности Вот Многократно Готовилась Обсуждалась Экспертировалась Концепция Развития Федеративных Отношений Но Так Она Оформление Окончательного Не получила А вместо Этого Мы получили Суррогат В виде Федеративной Реформы Так называемой Которой Была заявлена Ну Надо сказать Не четко Поставлена Цель И на данный Момент Даже просто Не ясно Вот она Что уже Закончилась А если Закончилась То какими Результатами И Можем ли Ожидать Какие-то Дальнейшие Шаги В последующем Но Сюда Я бы Тоже Обратил Внимание На Очень Важный Монет Это Больше 20 лет Это Дет Вопрос О Федеральном Законе Об Общих Принципах Государственной Политики Регионального Развития Этот Законопроект Дошел Даже До Второго Чтения Но Затем Был Отверг Ну Во всяком Случа Сейчас Конечно Те материалы Которые Тогда Готовили В общем Они Конечно Сейчас Мало Актуальны Но Сами По себе Эти Документы Сегодня Были бы Очень Востребованы Ну И То Что На Нынешнем Этапе Важное Место Занимают Вопросы Связанные С Реализацией А сейчас И обновлением Стратегии Пространственного Развития Ну Надо Сказать Что В последнее Время Я слышал Уже Несколько Заявлений По поводу Ну Так Освенно Предполагающих Что Поскольку Стратегии Дескать Нам Не Посил Вот То давайте Вознес на нее Примем Концепцию Хотя Вот На данном Италии Но Я думаю Что Это неправильное Предложение Надо Ити вперед А не Назад Ну Во-первых В нашем Законодательстве Нет Такого Вида Документа Стратегического Планирования Как Концепция Кроме Толу Мы Должны Все-таки Ориентировать Этот документ На Конечного Потребителя А вот На Форумах По Стратегическому Планированию В частности При абсурдении При стратегии Представители Регионов Говорили Нам нужен Документ В котором Мы Себя Видели Которым Мы Видели Своё Будущее А Всякого Рода Концепция Мы Уже Валя Регионов Поэтому Безусловно Надо Сейчас Нарабатывать Какие-то Возможности К тому Чтобы Все-таки Это Дополнить Этот документ На что я Нажимаю Вот Наверное На это Значит Тут Вопрос В чем Наш Известный Ученый Михаил Яков Всегда Говорил О каждом Документе Надо Судить Потому Что у Нем Есть А не Потому Чьего У Нем Нет Но В данном Случа Мне Кажется Вот И надо Говорить Именно О том Чего Нет Что Это Те Ниши Если Мы Их Не Восполним То Опять Вместо Стратегии Пространственного Развития Получим Ну Некую Декларацию О Намерениях В общем Мало Го Интересно В Поехали Обсуждение Вот И Значит Мне Думается Что Ну Тут Я бы Еще Седьмой Функ Добавил Значит Это То Что Нет Органа Отлич Именно За Проблемы Региональной Политики Потому Что Пресловодный Минрегион Был Ликвидирован Именно В тот Самый Момент Когда Надобность Обрисовалась Я думаю Что В общем Какие-то Определенные Предложения Но Тут Много Частично Сергей Говорил О Неопределенности Несплалансированности Полномочий Федерального Субфедерального Да Это Действительно Так Но Даже Вот Если Первый Пункт Отсутствие Четкого Разграничения У нас Здесь Вот В разных Документах По-разному То Понимаете Лошадь Креди 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 Лошадь Конечно Здесь Как раз И был бы Необходим Вот этот Закон Для того Чтобы Вот эти Понятия Привести В систему Но Еще Я бы Обратил Внимание На Неопределенные С позиционированием Мезу Оровня Пространственной Организации Значит У нас Сейчас Таких Органов Федеральная Круга И Макрорегионы Ну Федеральная Круга Все-таки Это Больше Административная Структура Макрорегионы 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 Какое Место Они Занимают В чем Их Суть И задачи Вот Ясно Что Систему Стратегического Планирования Так и Не Вписались У нас Вообще Больше 50 тысяч Документов Стратегического Планирования Значит В госреестре Но При этом Только Одна Стратегия Федерального Округа И Только Одна Стратегия Макрорегионы Ну Это Конечно Говорит О том Что Вот Как-то Нормально Распространить Практику Стратегирования Донецкого Уровня Ну Вот И Опять Не Достаточно Ели Задача Пространственного Регулирования Решаемая На основе Государственного Честного Партнерства Как Минимум Половина Каких-то Таких Новаций Взывает Использование Этих Механизмов Но В самой Стратегии Даже Не упоминается Как Этого Вообще Ну Очень Кратко Еще Несколько Слов Вообще Определилось Четыре Основные Признаки Отличающие Документ Стратегического Планирования Это Четко Выраженное Целеполагание Система Инструментов Обеспечивающих Реализацию Этих Целей Ну И Экономика Правовое Обеспечение Вот И Можно Так Совершенно Достоверно Сказать Что В данном Виде Стратегия Пространственного Развития Этим Критерием Не Отличает Ну Во-первых Значит Вот Как Б Нет Последовательной Федерализации Я уже Говорил Об этом Термине Федерализации Политики Пространственного Регулирования Потому Что Исходя Из Стратегии По существу Закрепляется Некая Монопольная Роль Федерального Центра В решении Задач Пространственного Регулирования Региона Как Столько Поскольку А Роль Дестного На управлении Вообще Едва Замет Вот Мы Обратили Внимание Что Пространственная Стратегия Не Может Заменить Собой Стратегические Видения Перспектив Развития Экономик Правых Основ Федеративных Отношений Но Может И Должна Содержать Себе Указания На Те Изменения В этой Системе Которые Были Наиболее Значимы Для Решения Задач Пространственного Характера Ну Вот Тоже Значит Неадекватность Институционально Инструментального Аппарата Который Страдает Не Только Ну Какой Неполнотой И Несогласованностью Ну И Как Б Отсутствие Четкое Согласование Этих Инструментов И Тех Целей Которые Они Должны Были Реализовать Программа Это Рабущий Инструмент Любой Стратегии Это Зак Понятно В начальной Версии Стратегии В нем Было Указание Только На Одну Программу Развития Сельских Территорий Но После Толк Она Действительно Была Принята Ее Стратегии Изъяли И Теперь Вообще Такое впечатление Что Задачи Поставленной Стратегии Должны Осуществляться Святым Духом Вообще После Принятия Стратегии Очень много Говорили О необходимости Полного Пересмотра Блока Государственных Программ Под названием Сбалансированной Региональной Развитой Но Действительно Все этого Не получилось И Нет Трызнаков Взаимной Адапрации Согласования Стратегии Системы Государственных Программ И проектов В том числе По целевым Индикаторам Ну Еще Так Стратегии Если Время Учетных Целей Вот Сергей Дмитриевич Говорил О нашем Участии В обсуждении Совета Федерации На меня Вообще Тяжело Оточнение Вступления Представителей Минэкономики Он Не только Отказался Отвечать На вопрос Хотя бы Предварительных Результатов Реализации Стратегии Но когда Вот За шестовки Еще надо Доправить В этот документ Представители Минэкономики Там в том духе Дескать Нефига Размусоливать Там Слегка Обдавим Послежим И Этого Допользуем Да Вот Я поэтому Хотел Обратить Внимание Что Изначально О стратегии Было Пять Целевых Индикаторов Но Тут Как говорится Ключница Водку Делала Потому что Два Совершенно Не проходили Они просто Не вписывались Действующие Системы Статистических Наблюдений Ну Поэтому Значит Два Показателя Сняли Один Заменили Но Вот В принципе В общем-то Так сказать Я Картина Не темная Но она Не катастрофическая Так сказать Определенные Изменения Есть Хотя Действительно Так сказать Во-первых И период Не очень большой А самый Насок Мы попали В довольно Сложный Такой момент Когда Многие закономерности Рушатся Я могу Об этом Сказать Одной Из ключевых Установок Стратегии Является Курс На сокращение Межрегиональной Экономической Дифференциации Но Среди Этих Показателей Вот Этого Важнейшего Показателя Нет Этой Стратегии Не содержат Целевых Индикаторов По сокращению Межрегиональной Дифференциации Причем В ряде Первоначальных Вариантов Стратегий Которые обсуждались Такие оценки Имеются Даже были Некоторые прогнозы Но потом Они были сняты Из-за Неспособности Авторов Объяснить Получение Как они Это дело Получили Констатируется Сокращение Сокращение Дифференциации Но Без всяких Цифр И обоснования Ну Я Поэтому Сейчас Вот И Самое Главное Что Стратегия Нацищена Разного Рода Институтами Инструментами Так Так Вот Убежденности В том Что они Будут Работать Именно На сокращение Дифференциации А не на Ее Дальнейшие Усиления Значит Убежденности Нет Кроме того Нельзя Бесконечно Год за год Десятилетие За десятилетия Говорить о том Что у нас Чрезмерная Дифференция Что ее Надо сокращать Возникает вопрос А если Чрезмерная А мерная Это какая Вот К чему Мы стремимся Потому что Понимаете Что Межрегиональной Экономической Дифференциации Ее нельзя Котково Выровнять Какие-то Различия Все равно Останутся Значит Возникает вопрос А вот Какие В данном Случа Дифференциации В экономической Осмысленной Разумной То что Бесконечная Двигация Тратит Деньги У нас же Была Программа В начале 2000-х Годов После Прочередной Дифференциации Ну Там Правда Ее сняли Потому что Там и суммы Были Хемерические Но Самое Главное Что Определить Собственно Говоря Вот К чему Стремиться Где Он Порол Когда Слава Богу Вот Эта Задача Тишина Вот График Показывающий Так сказать Динамику До цельных Коэффициентов Ну Пока Все-таки У нас Я бы Обратил На это Внимание Что Дифференциация По инвестиции В основной Капитал Больше Чем По номинальному Регионального Продукта Но Разница Сокращается Вот И это В принципе Дают Некоторые Основания Полагать Что Немного Как Заработает Экономический Механизм Ну И Завершая Я Хочу Сказать Что Действительно Нужна Экономизация Стратегии И Либо Рассматриваем Двух Аспектов Ну Прежде всего Это Почти на Расчет Когда Приняли Стратегии Все Стали Спрашивать А вообще Сколько Она Стоит Вообще Государство Есть Деньги Или Их Нет А Рассчитать Это Возможно Только Если Приложить К стратегии Полную Программную Развивку Вот Там Уже Затем И Второй Конечно Момент Это Четкое Указание На Те Экономические Инструменты Там Скажем Финансово Бюджетные Политики Которые Должны Работать В этой Стратегии На Растяжении Ее Сделия Ну Вот У меня Можно вопрос Мой Момент Доклада Естественным Вопросом Сокращение Дифференциации Но О чем Мы говорим Сокращение Дифференциации ВРП Сокращение Дифференциации Подушевого ВРП Сокращение Различий В уровне Жизни Сокращение Различий В развитии Социальной Сферы Раз Мы Говорим Об Академии Наук сокращение различий в размещении академических институтов. Я не шучу. Вот все мы за сокращение. Но понятно, что эти цели не просто не совпадающие, но в значительной мере противоречащие друг другу. Если мы говорим о каком-то горизонте, ну, там не 300 лет, а, допустим, там 20-30. Соответственно, о чем мы говорим? Значит, действительно, тут такая иерархия. Наиболее значительной показательной дифференциации касаются показателей инновационного развития экономики. Вот здесь развивы очень большие. Ну, поменьше, это ВРП. Но ВРП, естественно, на душу населения. Сокращать-то мы что должны? В первую очередь всюду размещать вузы технические, чтобы сокращать инновационное развитие. В первую очередь. А потом будем сокращать развитие уровня жизни. Или наоборот. Это же нельзя сразу. А это и другое как. А вот разрывы в уровне жизни они меньше. Почему? Потому что более бедные регионы они получают совершенно неопределенность. На развитие социальной сферы, на развитие учебных и научных учреждений. Так что это, ну, как бы, параллельный процесс. Это не параллельный процесс, потому что чем больше мы сокращаем различия уровня жизни, тем больше перераспределение. Тем больше этому перераспределению соответствует избежно, объективно определенное сокращение самостоятельности региона. Понимаете, если же мы развиваем в первую очередь производительные силы регионов, как нам быть со сложившимися, глубокими и зачастую углубляющимися различными уровнями жизни? Значит, дело в том, что вы исходите из действующей модели перераспределительных безбюджетных отношений. Да, в рамках этой модели вы правы, но эта модель ущербна по определению. А как быть? Я пытаюсь объяснить, как быть. Собственно, что мы доказываем? Вы исходите из того, что надо вообще размещать производительные силы. Мы исходим из того, что в субъектах федерации надо размещать только те производительные силы, которые там приживутся. Не надо строить танковый завод в Якутии. Это бесполезно. Там ничего не получится. И вот то, что у нас идет это размещение, когда мы навязываем регион... Значит, я разговаривал с одним губернатором. Вот знаешь, что это Сергей Дмитриевич? Я Богу молюсь, чтобы мне не давали денег, но если дадут, я их возьму. Почему? Потому что мы не центр... Да, но не центр навязывает, что нужно развивать. А нужно создать условия, когда губернатору дают... Дают деньги? Средства под... Кто дает, Сергей Дмитриевич? Кто дает деньги? Добывающие нефть... Вы же не даете договорить. Вы же не даете договорить. У нас модель сегодня следующая, что у нас компания определяет, как развивается регион. Был прекрасный совершенно губернатор Ханты-Мансийского округа, вот с Евгением Месеевичем были знакомы, который эту задачу решил следующим образом. Он не дал ни одной компании нефтедобывающей ключевых позиций. И в результате они вынуждены были договариваться и инвестировать в развитие данного субъекта федерации. Вот что. Вот у него были такие права. Потом его сняли. Какой-то инстанционный регион. Нет, я же за... Какой-то инстанционный регион. Поэтому не инстанционный. Я же правил как раз... Минуточку. А большинство инстанционных... Так, господи. Дело в том, что у нас из года в год растет количество инстанционных регионов. Это количество инстанционных регионов растет потому, что реализуется модель межбюджетных отношений сегодня. Что идет перераспределение. Модель... Можно я закончу? Перераспределительная модель, она является нормальной. В Федеративной Республике Германии перераспределительная модель... Знаете, на чего используется? Для того, чтобы повышение доходов в одном регионе населения не привело к тому, чтобы население из других регионов вклынуло в этот регион. И вот перераспределительная модель используется для этого. Это стратегия. Это стратегия. У нас перераспределительная модель используется для того, чтобы, так сказать, по сути, в форме собеса. А надо эту модель использовать на развитии экономики. И нельзя развивать ту же Тыве, в которой я говорил. Допустим, заводы, ну, я не знаю, по какой-то высокотехнологичные заводы, но с другой стороны, в той же Тыве, есть месторождения, которые позволяют делать покрытие дорог в Сибири, потому что эти дороги становятся вечными. Бога ради, дайте субъекту Федерации развивать это хозяйство. И процесс пойдет. Вот о чем идет речь. У каждого субъекта Федерации имеется свое экономическое лицо. А мы работаем по принципу единой фабрики. Вот министерство, что-то стрельнуло в голову, или замминистру, который меняют раз в полгода, он начинает это развивать. Вот о чем я говорю. У нас культуры нет, понимание пространства экономического. У нас есть понимание административно-командной системы управления. Что-то тупое. Так я же с этим согласен. У меня же конкретный вопрос по поводу сравнивания. Вот как? Вот сейчас. Мы не предлагаем выравнивать. Мы предлагаем создавать условия. Для соборазвития. Для развития самих. То, о чем говорят, что дай не рыбу, а удочку. Вот регионы... Это понятная позиция. Но я же задавал вопрос, потому что... Почему выравнивание, так сказать? Во-первых, вы говорили о передаче средств от богатых регионов к геннам. У нас этого нет. У нас, в отличие от Германии, нет горизонтального финансового. Только вертикально. Все деньги идут только через федеральную цепь вверх, а потом вылить. И потом, собственно говоря, само по себе выравнивание ставят каких-то масштабных, не более, хозяйственных задач. Там обозначение простая. Подогнать какой-то уровень бюджетной обеспеченности. Средний взгляд. И вот в развитии того, что как раз Ирина Ивановна, это, может быть, не прозвучало. Ведь чем занимается, на что сейчас нацелена эта стратегия? Что муниципалитеты начинают конкурировать между собой за привлечение инвестиций. Вот модель, которая сегодня реализуется в мире. Более того, муниципалитеты начинают защищать тем самым свое население как от происковых центров, так и от происковых руководителей регионов. Это совершенно другая модель. По большому счету, вот заканчивая ответ на ваш вопрос, в идеале модель вот такая перерасплительная не решается на уровне субъекта. Но мы, видимо, скорее всего, не можем ее запустить, вот о чем вы говорили, потому что тогда начнется конкуренция между центрами субъекта федерации и все остальные поселения просто погибли. Вот нам надо как-то выйти из положения. С одной стороны... Я, вы поймите, я преподавал экономичную свою... Опять родится культур стратегистическую. Я это знаю. Но я приведу, я просто не помню цифры, возможно, вы помните. Россия, у нас дифференциация регионального ВРП, по-душевому, мы рекордсмены абсолютные, с большим отрывом от Китая и Индии, и так далее. С огромным отрывом от Китая и Индии. В этих условиях есть дилемма. Вы же ее знаете прекрасно. Или мы тормозим выравнивание условий жизни, или мы так или иначе перераспределяем средства. На что? На потребление. Я согласен стопроцентно, что хорошо бы отдавать деньги на развитие. Но как быть при такой огромной дифференциации? Я понял ваш вопрос. Дело в том, что дифференциация, как Евгений Евгеньевич говорил, была, есть и будет. Вопрос стоит в том, о какой дифференциации мы с вами говорим. Если мы говорим о том, что, извините, у нас идет уголь населения, идет понижение качества населения, рождаемость повышается в бедных семьях, как результат мы получаем понижение, последующее качество рабочей силы. Значит, нам надо эту задачу решать. Вот здесь и надо осуществлять выравнение. Причем по регионам, а будет разное. Разные природноклиматические условия и так далее. Вот здесь, видимо, и при распределении нужно осуществлять. Но, если мне память не изменяет, у нас было, когда мы начали проводить исследования, а мы проводим их лет 10 или больше, 12, вот по дифференциации, 57 бюджета достаточно регионов. А сегодня у нас сколько? Вот вам ответ на ваш вопрос. Вот к чему приводит политиковый равный. 50, примерно. 57, 57. Было. Нет. А сейчас порядка десятка. Порядка десятка. Десятка? Да. Вот вам и все. В итоге у них все убрали, вложить в экономику нельзя, а центр не вкладывает в производство. Мы же на нефти живем. На нефти. Только поэтому, конечно. Ну, понимаете, понимаете, как вам сказать? Конечно, в дыхти жить. Андрей Ильич, у вас слово. Да. Поступило конструктивное предложение. Как вам? Подводить черту? Медленно подводить черту. А? Да. Ну, если больше тем не осталось для полемики, вот, я хочу всех поблагодарить. А может, на миске слов? Нет, это сложно. Это ты хочешь совсем закончить? А ты же обещал некую дискуссию. А мне показалось, что ты хотел ее прекратить? Нет. Я хотел бы двух человек прекратить дискуссию. А-а. Я не знаю. Ну, просто наболело. Для меня это вопрос не доклад, а сама тема очень болит. Ну, вот, это не слово. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Ирину Ивановну и Андрея Евгеньевича. Мне показалось, что замечательная получила дискуссия. вообще вот военной конференции. Согласны с этим? Все найдены. Это первое. А теперь, конечно, многие доклады вызывают определенные мысли. Например, мне очень приятно было слушать доклад Виктора Мировича. Меня совершенно давно интересует еще наших тех дел, когда мы в институте цен, было и соотношение темпов роста и темпов эмиляции. Вот это академическое исследование, оно очень интересно и супер важно. Но при этом я абсолютно согласен с Львом и Ничем. Это два разных... Я бы, может быть, не употреблял термин культуры, не знаю, но это абсолютно две разные парадигмы подхода. Центробанка и то, что предлагал Виктор Миш. Я могу предложить еще четыре такие. А почему четыре? Вот этот уровень, а почему в Америке два, этот уровень, там 7% и так далее? Это все разные мировоззрения в каком-то смысле. Это очень важно. Вот это как раз там было всем приятно. Должно быть слушать. Я полностью согласен с тем, что говорил Лев Ильич. Мне очень понравился вообще весь его доклад. Но кроме одного, я думал, как его назвать? Я подумал, выступление патологоанатома по поводу стратегии. Потому что абсолютно четко показано, что такой стратегии быть не может, если не будет достигнута вот той системы базовых ценностей сходить. Только какой-то может быть гениальный человек может сплотить их, людей разных, разных групп и создать и тогда эта стратегия возможна. Но, кстати, никто не гарантирует, что это лучшая стратегия в семье. Поэтому вопрос вот создания этой базовой основы можно перевести на теорию общественного выбора, сказать, что есть парадокс РО, который не позволяет, там всегда будет разногласие. Поэтому возможной стратегии, объективной стратегии, где вот люди у него такая оптимистическая стратегия, могут договориться об этих целях, но не могут они договориться. И поэтому всякая эта стратегия обречена абсолютно точно. Вот это мое впечатление, у меня в этом очень приятно. Потрясающее совершенно выступление Сергея. Ну, супер. Сколько я его не слышу за столько лет, столько знаю, но второго человека, который так владеет материалом, особенно во внешнем, супер просто. Но я с ним совершенно не могу согласиться, потому что из его доклада возникает, что всякие санкции, это нам благо, нам же лучше от этого становится люди получаются. Не могу я это примять никогда в принципе всякие санкции ухудшают. Да, они не решают проблемы, не поменяют полицию. Да, может быть, те, кто ставил санкции, рассчитывали на другое. Я говорю про нас, про население этой страны, которую я очень люблю. Сказать, что нам стало лучше, я не могу. Сегодня был доклад о Гонбигиане, там были такие цифры, что... Нет, нет, там наоборот, просто катастрофическая ситуация, да. Так что, опять, интересно, но у меня вывод другой. Мне близок очень, очень близок к Лейнер по своим рассуждениям, докладам. Я, может быть, не в тех словах, но это очень, очень близко мне по рассуждению, но я с ним, может быть, больше согласуюсь, чем меньше. Для меня открытым было выступление Сергея Дмитриевича, хочу рассказать. Мне она очень показалась интересом, я никогда не размышлял в эту сторону, но если мы занимаемся государством, как и хочет, мы все занимаемся, не определяет государство с этой точки зрения, тоже не хватит. Федеративное, конфедеративное сообщество, отношения, это меня все объясняет. Это очень интересно, я думаю, для всех полезно. Сергей Дмитриевич, я хотел позже сказать, я вам предлагаю написать статью на журнал на эту тему, мы будем рады ее рассмотреть. Журнал новых на журнале. И последнее выступление Ирины Ванны. Я думаю, как-то у нее немножечко затемнило, на мой взгляд, очень важный свой сюжет, который принципиально важный по поводу публично управления. Это в конце не так уж часто поднимается, это довольно новая и очень важная тема, и в этом смысле институт экономики вот на лице их направления тем, чем занимается Ирина Ванна достигнула. В частности, вот эта идея исследовать институты публичного управления, которые у нас существуют, и оказается, что они прокси-институты, они так на одном не выполняют функции, ставят задачу нового иного рода, и это очень важно. Но вот все это и создало мне впечатление, что я вроде бы пришел ну так, без любительства, я получил огромное удовольствие и дополнительные всевозможные всем большое спасибо от меня. Спасибо. Подокладываю. Ну, я тоже должен что-то сказать. Вы, наверное, заключаете, а можно мне все-таки дошло тоже. Знаете, дискуссия мне тоже понравилась, я не буду рассматривать научь, как Александр Якович подробно доклады, мне хотелось бы все-таки высказать три тезиса, имеющие прямое отношение к нашей дискуссии. Первый тезис состоит в следующем. В условиях относительно низкой культуры индикативное планирование является необходимым условием успеха стратегического планирования. Необходимым, но недостаточным. Доказательство состоит в том, что мы имеем действительно успех стратегического планирования ровно в тех странах, где индикативное планирование существует. Смотрим Китай, смотрим современную Индию, смотрим быстро развивающуюся Малайзию, во всех успешных странах, которые сделали рывок успешной индикативной планирования присутствует. Это первое. Теперь второе комментарий касается коллаборативного управления. Очень интересный был доклад Ирины Ивановны. Но на самом деле коллаборативное управление развито в действительности больше, чем это может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы это понять, у меня есть работа на эту тему, на них частично Ирина Ивановна ссылалась, но если мы возьмем пятерку нордических стран, добавим к ним Швейцарию и Нидерланды, мы получим как раз страны, где коллаборативное управление вышло на очень высокий уровень. И вот попробуйте внимательно посмотреть, как устроена вообще система управления в Швейцарии. Это потрясающе совершенно, неожиданное, ни на что не похожее, но блестящая совершенно система. Швейцария недаром вышла на уровень душевого ОВП больше, в Соединенные Штаты. Ну и третье, да, и вот я бы хотел только предупредить, что коллаборативное управление это все-таки система пригодная для стран с высокой культурой. В странах, где культуры недостаточно, в этих странах предстоит еще развивать на самом деле конкурентные системы. О них забывать нельзя. Просто при развитии этих конкурентных систем надо иметь в виду, что долгосрочная цель это все-таки достичь именно создать систему коллаборативного управления. Это очень важно. Ну и последний комментарий, если речь идет о выравнивании региональном, я бы пожалуй все-таки обратил внимание на то, что нужно сократить в действительности неравенства доходов, которые существуют в России вообще. И это может повлиять. Посмотрите, что происходит в Москве, сравните Москву с другими регионами, какое количество там богатых людей по сравнению с другими. Это первый шаг, недостаточный шаг, но это первый шаг. И для того, чтобы продвинуться в этом направлении, конечно же, нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения, доходов физических лиц. По некоторым причинам, по некоторым признакам, вроде бы, после долгих-долгих дискуссий у нас готовится ввести такую систему. Я не знаю конкретные планы, но мне кажется, это важный шаг к достижению большего равенства, в том числе и регионального. И еще раз спасибо всем и организаторам этой сессии, и докладчикам. Было интересно. Спасибо большое. Спасибо. А если ввести прогрессивную, капитал? Прощальное слово ведущим. Заключая сегодняшний круглый стол, мне тоже хотелось бы поблагодарить всех участников, потому что он случился и получился. и я еще скажу почему. Во-вторых, мне кажется, что вообще то, что это мероприятие проходило под эгидой 303-я Российская Академия показывает еще одну хорошую и умную вещь. Еще Польская не сгинала. Что бы здесь ни происходило, что бы здесь ни делалось, но Российская Академия стояла, стоит и стоять будет, несмотря ни на что. Это тоже в том маленьком ответвлении от основной конференции, вот как явился наш круглый стол, тоже об этом свидетельствует. Ну и, конечно, тема государственного управления, просто неисчерпаемая. Мне казалось, вообще, тема моего выступления, которое я готовил, она так как бы логически вела к тому, что все случилось, опять-таки. Стала научной дисциплиной, развелась, сформировала вообще новые представления, продолжает развиваться и все такое проще. Но здесь, как говорил один богослов, не вечное, но бесконечное. И вот эта тема развития и совершенствования управления, государственного управления, она тоже не вечная, но абсолютно бесконечная. И вообще вот те заходы, которые здесь прозвучали, они парадоксальным образом иногда вроде бы противоречили друг другу. Но вот сейчас, кстати говоря, по Сергею Алексеевичу, это как в старом анекдоте, и ты прав, и он прав, и вообще все правы. А потому что, конечно, если брать определенные теоретические предпосылки, то да, такие санкции на такие сроки, в таких масштабах и с такой силой, они не могут не повредить, это само собой. Но он-то показывает ситуацию в динамике, как каждое действие находит в своем противодействии, если тот, на кого действует, хочет найти это гибкое противодействие. Так оно и происходит. И пока что здесь вообще-то, что называется, идет такой гибкий динамический баланс. С этим делом. Потому и возникают такие парадоксальные ситуации, когда, казалось бы, все должно обрушиться, все должно быть разорвано в клочья ровно по той схеме и модели, о которой говорят Георгий Борисович, вот эти сплошные разрывы, и все трещит по швам, и главное вот сцементировать эти самые пространства многомерные и все такое проще. А нет, не получается. И здесь совершенно очевидно, что здесь и новые формы управления, но и новые формы экономического мышления тоже обязаны и должны быть. Только здесь я сделал для себя одну оговорку, что, во-первых, конечно же, куда она у меня делась, да, конечно, экономическое мышление должно поменяться, вот. Но оно должно быть парадоксальным. Здесь парадокс, это вот то условие, когда из конфликта столкновения и штыбки идут совершенно другие выводы, которые не напрашивались из первой и второй точки зрения. Оно должно быть образным. Здесь я вот, когда слушаю Клейнера, когда я слушаю Левару Левча, здесь вот эта образность, это высокая методология. Это высокая методология, потому что она дает лишние ресурсы для познания. Это просто очень красиво. И совершенно согласен с Александром Яковлевичем, мышление должно быть абсолютно компетентным. И в заключение я, конечно, хочу поблагодарить лично и от себя Ирины Ивановны Александром Яковлевичем, потому что некоторые вещи мы бы сами не сделали. В том числе нет. Это действительно так. Предусмотреть то, что мы сами не предусмотрели и обеспечить все-таки такое высокое присутствие, за это большое спасибо. Без этого высокого присутствия конечно круглый стол мог и не получиться. Или просто вывезти в обычное штатное мероприятие. Ну конечно Ирина Ивановна, но она гениальный организатор и очень эффективный менеджер. Это у нас 300 лет друг другу. Еще раз спасибо всем. спасибо за просмотр! Ирина